Вальтер Скотт Монастырь Глава двадцать вторая Да, жизнь покинула его. Всякая забота, всякая бурная страсть, глубокая любовь, тревога перед внешней бедой, внутренняя скорбь — все это отлетело прочь от бледного тела, лежащего передо мной. И то, что двигалось, говорило, думало, действовало, страдало, как живое существо, превращено мною в страшный ком окровавленного праха, будущего корма червям. Из старинной комедии. Я полагаю, что лишь немногие из счастливых дуэлистов, если только можно применять слово счастье к такой роковой удаче, смотрели на распростертого перед ними противника, не испытывая желания искупить собственную кровью, пролитую ими кровь. Но менее всякого другого мог оставаться равнодушным Гальберт, никогда не видавший человеческой крови и пораженный теперь не только горем, но и ужасом, при виде сэра Шафтена, изо рта которого кровь так и лилась ручьем. Молодой человек бросил окровавленный свой меч, опустился на колени перед несчастным, поддерживая его и тщетно стараясь заткнуть его рану, которая грозила излиянием крови внутрь. Бедный сэр Пирси, приходя в себя по временам, произносил несвязные речи, и в этих словах, насколько можно было их разобрать, выражался весь его вздорный, чванный, но и нелишенный благородства характер. «О, юноша простолюдин!» — говорил он. «Твое счастье одолело рыцарскую ловкость. Отвага победила снисхождение, подобно тому, как простой копчик побеждает иногда благородного сокола. Беги, спасайся! Возьми мой кошелек, он во внутреннем кармане моих брюк телесного цвета, и простому человеку стоит его принять. Позаботься о том, чтобы мои чемоданы с платьем были отосланы в монастырь Святой Марии». Его голос ослабел, и сознание, видимо, ему изменяло. «Потому что я желаю оставить мой камзол из рыжего бархата и брюки к нему. Ох! Напомин моей души!» «Успокойтесь, сэр!» — говорил ему Гальберт, мучимый жалостью и угрызениями совести при виде этой агонии. «Я надеюсь, что вы поправитесь. О, если бы был тут врач!» «Если бы явилось сюда и двадцать докторов, у великодушная отвага, это было бы внушительное зрелище. Но они не удержали бы жизни во мне. Она быстро гаснет. Отнеси мой привет лесной нимфе, которую я прозвал моей сдержанностью. О, Кларидиана! Ты истинная владычица этого обливающегося кровью сердца. Что совершается теперь, к несчастью, в действительности? Уложи меня хорошенько во всю длину, деревенский победитель, которому было суждено пресечь дни самого яркого светила при светлом дворе светлейшие фелицианы. О, святые и ангелы, рыцари и леди, маскарады и театры, изящные забавы, ювелирная работа и вышивки, любовь, честь, красота!» Прошептав последние слова, которые он ронял как бы бессознательно, созерцая угасавшим взором какие-то смутные картины своей былой жизни при дворе, он вытянулся, простонал, закрыл глаза и остался неподвижен. Гальберт, глядя на бледное лицо своей жертвы, рвал себе волосы с отчаяния. Ему казалось, что жизнь еще не совсем покинула раненого, но он не знал, как помочь ему без постороннего содействия. «К чему?» восклицал он с поздним раскаянием. «К чему довел я дело до такого ужасного исхода? Клянусь Богом, лучше бы мне перенести самую тяжкую обиду, какую только может претерпеть человек от себе подобного, нежели быть кровавым орудием кровавого дела. Будь дважды проклято это окаянное место, которое я выбрал для боя, зная, что оно служит жилищем демона или ведьмы. Во всякой другой местности можно было бы сбегать за помощью, кликнуть кого-нибудь, но здесь не найдешь никого, кто бы услышал мой призыв, кроме того духа, который подстроил это бедствие. Это не ее час, этой белой женщины. Однако я попытаюсь ее вызвать. И если она может мне помочь, она должна это сделать, или же узнает, на что способен выведенный из себя человек даже против сил неведомого мира». Он сбросил окровавленную обувь с ноги и повторил известное заклинание, но в ответ на него не послышалось никакого голоса, не явилось видения. В отчаянии и с тем упорством, которое было основной чертой его характера, Гальберт крикнул еще раз. «Колдунья! Чаровница! Демон! Ты глуха к моему воззванию о помощи и ответствуешь скоро лишь на вопли о мщении? Отвечай мне, или я засыплю твой ключ, вырву с корнем твой куст и обреку твою обитель на запустение и гибель, как ты обрекла на них мою душу своим роковым вмешательством в мою судьбу!» Это яростное восклицание было прервано каким-то отдаленным криком, похожим на взрыв и раздавшимся со стороны входа в теснину. «Благодарение святой Марии!» воскликнул Гальберт, спеша снова обуться. «Это голос живого человека! Он может подать мне совет и помощь!» Отвечая на окрик, он побежал по дикому ущелью, как преследуемый олень, или как бы видя перед собой рай и спасаясь от ада или фурий. Он мчался с быстротой, от которой могли бы зависеть его вечное блаженство или погибель, с быстротой, свойственную лишь шотландскому горцу с нервами, напряженными до последней степени каким-нибудь страстным побуждением. Достиг он того места, где ручей, протекающей по коре Наншану, соединялся с речкой, окаймлявшую Глендерг. Он остановился здесь, посмотрел вверх и вниз на долины, но не увидал никого. Сердце у него так и замерло, но повороты долины мешали видеть вдаль. Человек, подавший голос, мог быть где-нибудь близко и только скрывался от глаз. Смелый юноша недолго думал. Он ухватился за нижние ветви могучего дуба, свесившегося с высокой скалы, и взобрался с его помощью на возвышенность, с которой открывался вид на все стороны. По долине спускался какой-то человек, по-видимому, не пастух и не охотник, между тем, как только такие путники и показывались в этих пустынных местах, особенно если они направлялись с севера, то есть со стороны тех громадных опасных болот, из которых брала свое начало упоминаемая выше речка. Но Гальберту было не до догадок о том, откуда появился прохожий и что заставило его пуститься в дорогу. Ему довольно было того, что он видит живого человека и может воспользоваться его советом и помощью. Он бросился с вершины утеса снова на ветви дерева, выдававшиеся в пространстве, тогда как корни его сидели глубоко в расщелине скалы на половине ее высоты. Ухватился за большой сук и спрыгнул с него на землю. Благодаря своему атлетическому сложению он не расшибся, а как бы спорхнул, подобно ринувшемуся вниз соколу. Он побежал навстречу прохожему, но поворот за поворотом мелькали перед ним, не открывая никого, и он стал уже думать, что показавшийся ему облик рассеялся как туман, как порождение его разгоряченной фантазии или как один из тех стихийных духов, которые водились в этой долине. Но к невыразимой радости своей, обогнув еще одну высокую скалу, он увидал перед собою лицом к лицу какого-то человека, которого он счел за пилигрима при беглом взгляде на его одежду. Путник этот казался уже пожилым, лицо его обросло большой бородою, на голове у него была большая войлочная шляпа без всякой ленты или застежки, одежда состояла из черной туники, похожие на так называемый гусарский плащ с отделанной верхней частью, закрывавшие руки и спускавшиеся ниже пояса. Небольшая котомка и фляжка за плечами и толстый посох в руке дополняли этот страннический наряд. Старик шел с трудом, как утомленный тяжелой дорогой. «Привет вам, отец мой!» сказал ему Гальберт. «Господь и Матерь Божия посылают вас мне на помощь!» «Чем же может быть полезно тебе, сын мой, такое слабое создание, как я?» спросил старик, глядя с изумлением на красивого юношу, лицо которого искажалось ужасом и горело от усиленного бега, а руки и одежда были покрыты кровавыми пятнами. «Здесь поблизости человек истекает кровью. Идите со мной к нему! Идите! Вы старый, вы опытный! Вы в полном уме, наконец-то, я потерялся совсем!» «Человек, исходящий кровью здесь, в таком пустынном месте?» проговорил странник. «Не теряйте времени на расспросы, отец мой!» воскликнул молодой человек. «Пойдемте немедленно к нему на помощь! Следуйте за мной! Следуйте сейчас же!» «Нет, сын мой, сказал старик, мы не следуем необдуманно за проводниками, которые являются перед нами так неожиданно среди дикой пустыни. прежде чем я пойду с тобою, ты должен сказать мне, кто ты такой, что у тебя в мыслях, что завело тебя сюда». «Времени нет рассказывать все это», возразил Гальберт. «Я говорю тебе, что дело идет о жизни и смерти, и что ты обязан помочь мне. Я сумею принудить тебя пойти». «Нет, зачем прибегать к этому, сказал старик, если ты говоришь правду, я пойду и по доброй воле, тем более, что я смыслю кое-что во врачевании и в моей котомке найдется, чем помочь твоему другу. Только иди потише, мне не уследить за тобою». Гальберт старался умерить свой шаг, дрожа от нетерпения, как горячий конь, вынужденный идти в паре с неповоротливым вызовиком, но он скрывал свой гнев, боясь встревожить старика, видимо, не доверявшего ему вполне. Когда они дошли до поворота из широкой долины в тиснену кори, старик остановился в нерешительности, как бы не желая покинуть открытую дорогу. «Молодой человек», сказал он, «если ты замышляешь, что недоброе против этих седин, то злодейство твое принесет тебе мало пользы, при мне нет земных богатств, способных соблазнить грабителя или убийцу». «Я не грабитель и не убийца», возразил ему Гальберт, «Но, Господь, помилуй меня, могу стать и не поспешишь на помощь к этому несчастному». «Неужели», произнес странник, «людские страсти обуревают лоно природы и в глуши этих пустынных мест? Но зачем удивляться тому, что деяния тьмы совершаются там, где царит тьма? Дерево узнается по плодам. Но веди меня, несчастный юноша, я иду за тобою». Он пошел, видимо, охотнее, нежели прежде, напрягая все свои силы и как бы забывая свое утомление, чтобы не отставать от своего нетерпеливого вожатого. Но каково было изумление Гальберта, когда, прибыв на место поединка, он не увидал боли тела сэра Пирси. Между тем всюду виднелись следы бывшей борьбы. Плащ англичанина исчез вместе с телом, но холст оставался на камне, и там, где лежал раненый, трава была во многих местах запятнана кровью. Оглядываясь кругом в изумлении и страхе, Гальберт увидел, что могила, так недавно еще открытая как бы в ожидании жертв, была закрыта теперь. Верно, земля поглотила свою добычу, потому что над бывшую ямой виднелось обычное возвышение, очень тщательно, обложенное дерном как бы руками какого-то опытного могильщика. Гальберт стоял как окаменелый. Он был поражен ужасом, думая, что эта кучка земли прикрывает собою то, что было еще так недавно живым, движущимся, чувствующим, подобным ему созданием, которого он из-за вздорной причины обратил в прах, холодный и бесчувственный, как самая земля под его ногами. Рука, вырывшая могилу, довершила свою работу, а кому могла принадлежать эта рука, как не тому таинственному существу сомнительного свойства, вызванному им легкомысленно и распоряжавшемуся теперь его судьбами. Он стоял, сжимая руки, подняв глаза к небу и жестоко раскаиваясь в своей необдуманности, но голос странника заставил его очнуться. Подозрения старика оживились, когда он увидел вовсе не то, чего ожидал, по словам Гальберта. «Молодой человек», сказал он, «ты осквернил свои уста ложью для того, может быть, чтобы сократить ту жизнь, которой и так скоро будет положен предел природую без греха с твоей стороны». «Клянусь светлым небом, клянусь именем Богоматери», воскликнул Гальберт. «Не клянись вовсе», перебил его странник, «не клянись небом, потому что это престол Господень, не клянись землею, потому что она подножие его, не клянись созданиями, сотворенными им, потому что они лишь перс земная, как и мы с тобою. Достаточно говорить «да, да» и «нет, нет». «Но скажи ты мне прямо, оставила тебя выдумать сказку и завлечь задаченного путника в сторону от его дороги». «Говорю тебе, и так же верно, как то, что я христианин, я оставил его здесь, исходящего кровью», сказал Гальберт. «А теперь я не знаю, где он, но думаю, что его бренные останки скрылись в эту могилу». «Кто жил он, о котором ты так печалишься?» спросил старик. «И каким образом мог этот раненый быть похищен отсюда или погребен здесь, когда эта местность совершенно безлюдна?» «Зовут его Пирси Шафтон», ответил Гальберт после минутного колебания. «Я оставил его здесь, на этом самом месте, и раненого насмерть. Какую силу и взят он отсюда, это столько же известно мне, как и тебе». «Пирси Шафтон», повторил странник, «сэр Пирси Шафтон из Уильвертона, родственник, как сказывают великого Пирси Нортемберленского. Если ты убил его, то подставишь свою шею виселице, возвратясь во владение надменного аббата. Известно, чем был этот Шафтон, простым орудием в руках более умных заговорщиков. Глуповатый посредник и защитник папы, высланный застрельщиком другими, более расчетливыми головами, которые охотнее измышляют новые преступления, нежели идут сами в опасность. «Пойдем со мной, юноша, ты спасешься этим от гибельных последствий своего дела. Проводи меня до Авенельского замка, и в награду за то ты обретешь безопасность и покровительство». Гальберт остановился, приводя в порядок свои мысли. Он не мог сомневаться, что Аббат жестоко отомстит за убийство Шафтона, своего сторонника и гостя. Но при всех своих размышлениях, предшествовавших дуэли, он как-то вовсе не думал о том, как ему придется поступить в случае смерти противника. Возвращение в Глендерг навлекло бы на всю его семью, включая сюда и Мэри Авенель, страшный гнев Аббата и всей обители, между тем, как бегство могло служить доказательством того, что виновен лишь он один лично, и негодование монахов не должно было обрушиться на других неповинных. Он припоминал то же расположение отца Евстахия ко всей семье, особенно к Эдуарду, и думал, что, признавшись чистосердечно во всем почтенному суприору, находясь уже далеко от Глендерга, он склонит его оказать свое могущественное покровительство всем оставшимся в доме. Все эти мысли быстро промелькнули у него в уме, и он решился бежать. Совместный путь со странником, обещавшим ему кровь и защиту, укреплял его в этом намерении, но он не мог примирить этого обещания с тем, что ему было известно о Джулиане Авинель. — Уважаемый отец, — сказал он, — я боюсь, что вы ошибаетесь насчет человека, которого вы считаете способным оказать мне защиту. Авинель помог Пирси Шафтону пробраться в Шотландию, и его подручный Кристи из Клинтгеля доставил его в Глендерг. — Я знаю все это, — ответил старик, — но если ты окажешь мне не менее доверия, чем я оказал тебе, то я поручусь, что Джулиан Авинель встретит тебя радушно или, по крайней мере, даст тебе приют. — Отец мой, — сказал Гальберт, — мне трудно согласить твои слова с поступками Джулиана Авинеля, но так как я мало забочусь о безопасности моего ничтожного существа, а твоя речь звучит честностью и правдивостью, наконец, потому еще, что ты так доверчиво пошел за мною, я доверяюсь точно так же тебе и проведу тебя к замку Джулиана такую дорогую, которую сам не нашел бы никогда. Он пошел вперед, старик последовал за ним, не прерывая молчания некоторое время. Глава 23 Воин чувствует впервые боль, когда рана его начинает застывать от холода. Преступник ощущает угрызение совести, когда потухнет пыл, обуревавший его страсти. Из старинной комедии Раскаяние, мучившее Гальберта по поводу прискорбного случая, было сильнее свойственного кому бы то ни было из его земляков в ту эпоху, в которую жизнь человеческая ценилась так дешево. Это Раскаяние было, может быть, не так полно, как могло бы быть в душе, вдохновляемое лучшим религиозным учением и более просвещенной понятием огражданственности, но оно было все же глубоко и искренне до того, что заглушало даже в сердце молодого человека горе-разлуки с Мэри Авенель и родительским кровом. Пройдя некоторое время в совершенном безмолвии, странник сказал, «Сын мой, говорится, что печаль изливается или убивает. Почему ты так скорбен? Расскажи мне о своем горе. Может быть, моя седая голова сумеет подать тебе добрый совет на твоем жизненном пути?» «О, неужели ты можешь дивиться моему унынью?» ответил Гальберт. «Что я теперь?» Беглец из родительского дома, разлученный с матерью, со всеми близкими и запятнанный кровью человека, оскорбившего меня лишь вздорными словами, за которые я отплатил смертельным ударом. Сердце мое говорит мне теперь, что я поступил дурно. Но было бы жестче этих скал, если бы не терзалась твою мысль, что я даже не похоронил с честью этого несчастного. «Остой, сын мой», сказал старик, «ты уничтожил подобие Божие в лице твоего ближнего, ты возвратил персти персть в порыве суетной злобы или суетной гордыни, это действительно грех великий, тем более, что ты сократил ему дни, которые он мог бы употребить на раскаянье, но на все это есть бальзам в гильяде». «Я не понимаю вас, отец мой», произнес Гальберт, пораженный его торжественным тоном. Старик продолжал. «Ты убил своего врага, это большое преступление, ты лишил его возможности загладить свои грехи, это усугубляет твой собственный грех, последуй же моему совету, взамен того, которого ты, может быть, ввергнул во власть сатаны, старайся спасать от него других». «Так ли я понимаю, отец мой», сказал Гальберт, «Ты хочешь, чтобы я подщился от души моего противника ради искупления моей запальчивости? Но как сделать это? У меня нет денег, чтобы платить запоминовение, но я готов пойти босым в святую землю, если только это послужит к освобождению его из чистилища». «Сын мой», перебил его странник, «Я увещеваю тебя трудиться о спасении живых, а не мертвых. Тебе надо молиться не о душе судьею столь же милосердным, как и праведным. Если бы ты обратил одну из этих скал в золотые монеты, и за каждую из них отслужили бы тебе обедни, это не послужило бы ни в чем отошедшей душе. Где пало дерево, там ему и лежать. Но дерево на корню, обладающее крепостью и жизненным соком, должно быть подвязано так, чтобы оно склонялось туда, куда надлежит. «Ты духовное лицо, отец мой?» спросил Гальберт. «Или ты говоришь о таких высоких предметах по возложенному на тебя поручению?» «По воле верховного владыки моего, врать которого я зачислен», ответил старик. Религиозные познания Гальберта не шли далее катехизиса, изданного архиепископом собора святого Андрея, и брошюрки в два пенса под заглавием «Вера», тщательно всем своем малом знакомстве с богословскими вопросами, молодой человек начал догадываться, что товарищ его один из библейских, иначе говоря, еретиков, начинавших расшатывать устою прежнего вероисповедания. Распитанный в священной ненависти к этим опасным сектаторам, он не мог не выразить своих чувств как верный и преданный слуга церкви. «Старик», сказал он, «если бы твоя рука была в состоянии поддержать слова, произнесенные твоими устами, мы доказали бы тут же на месте, который из наших вер превосходнее». «Нет», сказал странник, «если бы ты был истым воином Рима, то и не колебался бы, а прямо воспользовался тем, что преимущество возраста и силы на твоей стороне». «Слушай меня, сын мой, я указал тебе путь примирения с небом, но ты отверг мое предложение, так я скажу тебе, как ты можешь примириться с властями земными. Отруби эту седую голову от слабого моего тела, отнеси ее в обитель гордого аббата Бонифация, признайся ему в убийстве Пирси Шафтена, и когда он воспалится гневом на тебя, положи эту голову к его ногам, голову Генри Уардена, и ты получишь награду вместо всякой кары. Гальберт отступил от него с изумлением. Как, произнес он, ты Генри Уарден, так прославившийся среди еретиков, что даже имя твое упоминается имя, вряд ли реже, имени самого Нокса? Ты этот человек, и ты дерзаешь проникать в самое владение монастыря Святой Марии? Да, я тот самый Генри Уарден, сказал старик, и хотя я не достоин стоять на одном ряду с Ноксом, но я, тем не менее, готов идти навстречу всех опасностей, которым может подвергать меня служение моему Господу. Выслушай и меня, сказал Гальберт, убивать тебя мне вовсе не хочется, арестовать это означало бы тоже взять твою кровь себе на душу, оставить тебя одного без проводника в этой пустыне было бы немногим лучше. Я провожу тебя, как обещал, вполне сохранно до Авинельского замка, но не произноси ни одного слова, пока мы будем в пути против учения той святой церкви, которой принадлежал и я недостойный. Да, я невежественный, но все же ревностный ее член. А когда ты прибудешь в замок, то остерегайся. Твоя голова дорого оценена, а Джулиан Авинель любит блеск золотых монет шапок. Неужели ты хочешь сказать, что он готов из корысти продать своего нет, если ты являешься по его приглашению, полагаясь на его честь, ответил Гальберт. Как бы ни был дурен Джулиан, он не нарушит правила гостеприимства. Ослабели у нас все другие узы, но эти правила чтутся нами до идолопоклонства, и самые близкие родственники Джулиана сочли бы долгом своим смыть его кровью позор, который наложило бы на их имя и род подобное словом, то повторяю тебе, ты подвергаешь себя большой опасности. Я в руках Господа, сказал старик, я прохожу ради него эти пустыни, полные всяких опасностей. Пока я полезен для его дела, ничто не погубит меня, а когда я уподоблюсь засохшей смоковнице, то не все ли равно будет в какой день и чья рука наложит на меня топор. Такая отвага и такое благочестие достойно лучшего дела, сказал Гальберт. Мое дело лучшее из лучших, ответил старик. Они пошли далее молча. Гальберт ловко выбирал дорогу, не ошибаясь среди перепутанных тропинок, которыми искрещены по всем направлениям холмы и болота, отделявшие монастырские земли от владений барона Авинель. Останавливаться там, где встречались окошки, черневшие среди более твердых частей болота, и помогать своему спутнику перебираться через эти опасные места. «Ободритесь», говорил Гальберт старику, изнемогавшему от усталости, «мы скоро доберемся до сухой дороги». Но поверите ли вы тому, что зыбкость этой почвы не останавливает охотников, которые мчатся через нее, как легкие олени, спустив своих соколов? «Да, сын мой», сказал «назвать тебя так, хотя ты не называешь меня более отцом». «Да, подобно тому, что ты упомянул сейчас, стремятся и необдуманные юноши в погоню за своими удовольствиями, не разбирая грязи и опасности лежащих на их пути». «Я уже сказал тебе, что не хочу слышать ничего похожего на поучение», угрюм ответил ему молодой человек. «Однако, сын мой», возразил ему Уарден, «даже твой духовный отец не стал бы оспаривать истины того, что я произнес тотчас в твое назидание». Гальберт ответил ему снова сердито. «Не знаю, что сказал бы он, но мне известно, что ваши братья любят запускать удочки в виде прекрасных речей и представляетесь святыми ангелами для большего распространения царства тьмы». «Да простит Бог тем, которые придают нам подобный характер», возразил старик. «Я не хочу оскорблять тебя, сын мой, сказав, что ты не понимаешь сам того, что говоришь. Ты повторяешь, конечно, то, чему тебя учили, но я продолжаю думать, что такой славный юноша, как ты, всегда образумится. Меч закаляется в горниле». Они дошли в это время до самой вершины топкого места, и отсюда начинался уже спуск. Он представлялся зеленым лугом, на котором только с известного расстояния можно было различать узкие, яркие травяные полоски, пересекавшие более темные места, покрытые вереском. Но это различие исчезало для глаза, когда расстояние уменьшалось. Старику было теперь сравнительно легче идти. Не желая более раздражать своего молодого товарища, так ревностно преданного римской церкви, он завел разговор о посторонних предметах, но речь его продолжала быть степенной и назидательной. Он много путешествовал, знал языки и обычаи разных стран, и Гальберт, все занятый мыслью о необходимости покинуть Шотландию вследствие своего преступления, слушал эти рассказы с большим любопытством. Мало-помалу он так увлекся занимательным разговором, что не думал уже об опасности сношения с еретиком и назвал его опять отцом не один раз даже, прежде, нежели обрисовывались перед ними башни Авенельского замка. Положение этой старинной крепости было замечательно, она выселась на небольшом скалистом островке посреди горного озера, имевшего около мили в окружности и окаймленного довольно высокими пригорками, совершенно обнаженными от растительности, которая ютилась лишь во врагах, разделявших эти возвышенности. Зрители поражало более всего это озеро, открывавшееся неожиданно с высокой гористой местности. Вся окрестность казалась скорее дикой, нежели романической или величавой, но она имела свою прелесть. Летом под палящими солнечными лучами чистая лазурь гладкой водной поверхности ласкала глаз и вселяла в душу приятное чувство безусловного уединения. Зимою, когда окрестные горы покрывались снегом, их сверкающие массы казались выше, чем было на самом деле, а озеро, расстилавшие у подошвы их свои застывшие волны, лежало темным, разбитым зеркалом вокруг черного скалистого островка и серых стен замка, венчавшего его вершину. Так как самое здание замка с его пристройками и наружными стенами занимало все выступы скалы, служившие ему фундаментом, то он казался совершенно опоясанным водою, точно гнездо дикого лебедя, и лишь небольшая полоса земли соединяла его с берегом. Крепость была, впрочем, вовсе не так велика, как представлялась на вид. Некоторые части ее уже пришли в разрушение и стали необитаемы. Во времена величия Авеналии замок был полон их приверженцами и наемными воинами, но теперь он значительно опустел, и сам барон Джулиан переселился бы охотно в другое место, более подходящее к его расстроенному состоянию. Но этот старый замок был почти неприступен и представлял слишком хорошее убежище для человека, который вел подозрительную и полную опасности жизнь. В этом отношении ему трудно было подыскать более подходящее жилище. Расстояние между островом и ближайшим берегом было невелико, но соединяющая их дамба была очень узка и перерезана в двух местах на полдороги от берега к острову и потом перед самыми наружными воротами замка. Это составляло громадное, почти непреодолимое препятствие для всякого вражеского вторжения. Оба перерыва этой дамбы были снабжены подъемными мостами, ближайший из них к замку был всегда поднят, даже и днем, а ночью поднимались и оба. Такие меры предосторожности были необходимы для Джулиана, находившегося во вражде со многими лицами и принимавшего участие в разных темных и подозрительных делах, которых было немало в этих пустынных пограничных местностях. Его собственное, всегда двусмысленное поведение усиливало грозившие ему опасности. Он служил обеим партиям в королевстве, менял, смотря по обстоятельствам одну из них на другую, вследствие чего у него самого не было ни твердых союзников и покровителей, ни явных открытых врагов. Вся жизнь его протекала среди сомнительных проделок и опасностей, причем ему случалось часто запутываться в своих лукавых расчетах, попадать далее целей и терять то, что удалось бы ему в руки, если бы он шел более прямой дорогой. Глава двадцать четвертая Я пойду на цыпочках, я вооружу глаза моей осторожностью, сердце мою отвагую, а мою руку мечом, подобно человеку, проникающему в логовще льва. Из старинной комедии Когда путники вышли из ущелья, кончавшегося у озера, и увидали перед собою Авенельский замок, старик остановился, оперся на свой посох и окинул взглядом расстилавшуюся перед ним картину, замок, как уже сказано выше, разрушался во многих местах, что было заметно даже издали по неровному, пересеченному и неправильному очертанию его стен и башен, но некоторая часть его уцелела, по-видимому, и столб черного дыма, поднимавшийся над нею из труб, как длинное мрачное знамя, веявшее среди чистого неба, доказывал, что эта сторона здания обитаема, но по берегам озера не видно было ни лугов, ни пашней, как обычной, необходимой принадлежности к усадьбе всякого значительного или даже малоземельного барона, не было нигде коттеджей с их огородами, лужками, окруженными рядами густолиственных смоковниц, не было церкви с ее незатейливой колокольней, не было тоже овечьих стад на холмах и крупного скота на низинах, словом, не виднелось ничего, что указывало бы на какой-либо признак мирных сельских занятий. Было ясно, только бы их ни было, составляли лишь гарнизон этого замка и жили за его крепкими стенами, добывая себе средства существования отнюдь немирным трудом. Вероятно, что именно подобное убеждение заставило старика прошептать, глядя на замок «Лапис офенсионис от Петра Скандали». Обратясь потом к Гальберту, он прибавил «Мы можем подумать об этом замке то, что сказал король Иаков, а другой из здешних твердынь. Построена она тем, кто разбойник в душе». «Эти слова не годятся здесь», возразил молодой человек. Этот замок был построен прежними лордами Авинель, которые пользовались такой же любовью в мирное время, как уважением на войне. Они были оплотом границы против чужеземцев и покровом слабых против местных притеснителей. Настоящий владелец захватил только его наследие и походил на них не более, чем филин на сокола, вьющего гнездо на одной скале с ним. «Так этот Джулиан Авинель не пользуется любовью и уважением соседей», спросил старик. «Кроме его панцерников и наездников, в которых у него порядочная шайка, мало кто и знается с ним», ответил Гальберт. Много раз уже объявлялся он вне знакома как английским, так и шотландским правительством. Его земли конфисковались, голова его была оценена, но в настоящие смутные времена и у такого головореза, как Джулиан Авинель находятся сторонники, готовые защищать его против кары закона в благодарность за его тайные услуги. «Ты описываешь, однако, очень опасного человека», заметил Уарден. «Вы испытаете это на деле, если не поведете себя с крайней осторожностью», сказал Гальберт, «хотя возможно, что и этот Джулиан отступился от истинной церкви и пошел блуждать по стезе ереси». «То, что ты зовешь стезей ереси», возразил старик, «может быть единственным прямым и узким путем, с которого не сворачивает человека ни корысть, ни иные страсти земные». «О, если бы дал Бог, чтобы этим человеком руководили побуждения не худшие, нежели те, которые одушевляют меня в моих слабых усилиях расширить царствие Божие. Этот барон Авинель незнаком мне лично, не принадлежит к нашей конгрегации, не имеет никакого влияния на нее, но от него требуют заботы о моей охране и требуют такие лица, которых он, если не уважает, то боится. Надеясь на это, я смело иду под его кров. Двинемся далее». Этих нескольких минут было довольно для моего отдыха. «Позволь же мне подать тебе совет, сказал Гальберт, и поверь, что я даю его, зная хорошо здешние обычаи и здешних жителей. Если ты можешь обеспечить себя как-нибудь иначе, не ходи в этот замок. Если же ты решаешься вступить в него, требуй от Джулиана охранного слова и смотри, чтобы он поклялся тебе при этом черным крестом. Наконец заметь, если он с тобой за столом, он замышляет против тебя недоброе». «Увы», проговорил Уарден, «у меня нет другого убежища на земле, кроме этих грозных башен, но я иду в них в надежде на защиту, которая не от земли. Но зачем тебе, добрый мой юноша, подвергать себя опасности идти в эту берлогу?» «Мне не угрожает опасность», ответил Гальберт. Кристи из Клинтгеля, служащая у Джулиана, хорошо знает меня. Но еще лучшей охраной служит мне то обстоятельство, что мне нечем возбуждать злобу или соблазнить на грабеж. Конский топот, давно уже раздававшийся по каменистому берегу, стал теперь слышен поблизости. Путники оглянулись и увидали за собой всадника, шлем и копье которого сверкали на солнце. Он быстро нагонял их, и Гальберт узнал Кристи, о чем и сообщил своему товарищу. «А, молодец!» крикнул Кристи, подъехав к ним. «Ты надумался наконец и идешь наняться к моему благородному господину? Ты найдешь здесь во мне верного приятеля, и прежде чем наступит день святого Варнавы, ты изучишь всю тропинку между равниной Мельборн и Нетерби так, как будто ты и родился в боевом колете с копьем в руке. А что это с тобой за старикашка? Он не из вашей монастырской братьи. Не видать на нем, по крайней мере, тавра этого черного стада? «Это странник, у которого есть дело до Джулиана Авенеля», сказал Гальберт. «Что касается до меня, то я думаю отправиться в Эдинбург ко двору королевы. А когда врачусь, тогда потолкуем о твоем предположении. Но так как ты часто приглашал меня к себе, то я попрошу у тебя гостеприимства на эту ночь для меня и моего спутника». «В отношении тебя, милости просим, молодой приятель», ответил Кристи. «Нам мы не приглашаем к себе пилигримов». «Но этот что-то как бы и не пилигрим». «Позволь сказать тебе», перебил его Уарден, «что у меня рекомендательные письма к твоему господину от одного верного друга, которому он не откажет и в большей услуге, нежели в ничтожном мне покровительстве. А что я не пилигрим, это правда. Я даже отвергаю всякое паломничество со всеми связанными с ним суевериями». Он показал Кристи свои бумаги, но тот только покачал головой. «Это уже дело моего господина», сказал он. «И ладно, если он сумеет прочесть, что тут есть. Что до меня, то моею книгой и псалтырем служит только меч да копье. И это с моего двенадцатилетнего возраста. Но я проведу вас в замок, а там уже рассудит сам барон». Они были в это время уже у дамбы, и Кристи пустился по ней рысью, подав сторожам знак о своем приближении особенным резким свистом. Второй мост был тотчас опущен, и всадник скрылся под мрачными сводами, ведущими в замок. Гальберт и его спутник шли тише к полуразрушенному переходу и остановились наконец перед воротами, над которыми виднелся высеченный из красного известняка старинный герб Авенелий, изображавший на своем поле только женскую фигуру, закутанную в покрывало. Происхождение такого странного гербового знака было неизвестно, но по общему предположению эта фигура изображала таинственное существо, известное под именем белой женщиной Авенелий. Вид этого извояния напомнил Гальберту о всех загадочных обстоятельствах, соединивших его жизнь с судьбою Мэри Авенель и о поступках воздушного существа, связанного с ее родом. Он видел теперь перед собою каменное изображение этого духа, совершенно подобное тому, которое было на перстне Уальтера Авенеля, спасенном в числе прочих золотых вещиц, матерью Мэри при ее изгнании из дома. «Ты вздыхаешь, сын мой», сказал старик, заметя расстройство своего молодого товарища, но ошибаясь насчет его причины. «Если ты боишься войти, то воротись». «Теперь уже нельзя», сказал Кристи, выходя в эту минуту из боковой двери под сводом. «Оглянитесь и выбирайте, пуститься ли вплавь, как дикая утка, или полететь, как чайка». Они посмотрели назад. Мост был уже поднят, и его дощатая настилка закрывала от них лучи заходящего солнца, сгущая мрак под сводами входа. Кристи захохотал и пригласил их последовать за ним, шепча дорогу Гальберту, чтобы ободрить его. «Отвечай смело и без запинки на все, что барон спросит. Не останавливайся, чтобы найти покрасивее выражение, главное, не выказывай как его молюют». Говоря это, он ввел гостей в огромный зал с каменными стенами, в конце которого пылал целый костер. Длинный дубовый стол, стоявший по обычаю посредине покоя, был заставлен грубыми приготовлениями к ужину, в котором должны были принять участие вместе с бароном его главные служители. Пять или шесть из них, коренастые мускулистые молодцы с свирепым выражением лица, расхаживали по нижнему концу зала, в котором гулка раздавалась звяканье их длинных мечей и постукивание ботфорд с высокими каблуками. На всех этих людях были кожаные калеты или железные латы, шишаки или широкополые войлочные шляпы с перьями, откинутыми назад по-испански. Сам барон Авинель годился бы для кисти Сальватора Розы, любившего высокие богатырски сложенные фигуры. На нем был накинут сильно потертый от долгой носки и полинявший от непогоды. Он был небрежно наброшен на плечи Джулиана, открывая частью короткие кожаные калеты, с под которого виднелась местами легкая кольчуга, называвшаяся Секрет, потому что ее надевали как тайную охрану против предательского нападения. Кожаному поясу барона был привешен с одного бока широкий и тяжелый меч, а с другого тот красивый кинжал, который принадлежал некогда сэру Пирси, но теперь все насечки его и позолота значительно потускнели вследствие небрежного с ним обращения. Несмотря однако на всю грубость своей внешности, Джулиан Авинель казался несравненное развитие окружавших его. Ему было, по-видимому, лет пятьдесят с небольшим и к его черным волосам примешивалась уже седина, но года не умерили ни огня в его глазах, ни пылкости его нрава. Он был прежде очень красив, потому что красота была наследственную вроде Авинели, но черты его грубели с идеей его утомительных похождений во всякую непогоду и стали резкими под влиянием его необузданных страстей. Он казался погруженным в глубокие и мрачные думы и ходил взад и вперед вдоль верхнего конца зала, вдали от своих подчиненных, останавливаясь только по временам, чтобы приласкать и покормить сокола, сидевшего у него в руке с кожаными путами на ногах. Птица не оставалась, по-видимому, нечувствительной к этой ласке и отвечала на нее, ероша свои перья и поклевывая шутливо палец своего хозяина. Барон улыбался в такие минуты, но тотчас же впадал снова в свою мрачную задумчивость. Он даже не обращал никакого внимания на такой предмет, мимо которого никто другой не мог бы проходить столько раз, не остановив на нем восхищенного взора. Этим предметом была женщина редкой красоты, одетая более изящно, нежели роскошно. Она сидела на низеньком стуле у громадной печи в конце зала. Судя по золотым цепям у нее на шее и на руках, по красивой зеленой юбке, расстилавшейся по полу, по расшитому серебром поясу, на котором, как атрибут хозяйской власти, висела связка ключей, нанизанных на серебряную цепь, по желтой шелковой шапочке, по шотландски керчь, скрывавшей наполовину ее густые темные волосы, но более всего потому, на что так скромно намекает старая баллада, говоря, что пояс стал ей узок, зеленая юбка слишком коротка. Можно было предположить, что это красавица супруга барона. Но я низенькая скамья, грустное выражение личика, которое сменялось робкой улыбкой в те минуты, когда бедняжка надеялась обратить на себя внимание Джулиана, скорбь при неудаче этой попытки и даже слезы, дрожавшие при этом на глазах молодой женщины, выдавали ясно, что это была не жена хозяина дома, а несчастная, подарившая ему свою любовь без законного на то права. Барон продолжал ходить, не принуждая себя в отношении ее даже к той немой вежливости, которая обязательна для каждого мужчины в отношении женщины. Он как бы совершенно не замечал ее присутствия, как не замечал и прочих лиц, и обращал свое внимание единственно на сокола, если отрывался от своих мрачных дум. По-видимому, молодая женщина очень следила за его игрую с птицей, ища говорить с бароном при этом, или же отыскивая какой-то загадочный смысл в его речах. Пришедшие успели заметить все это, потому что Кристи, обменявшись значительным взглядом с служителями и рейтерами, находившимися в нижнем конце зала, велел Гальберту и его спутнику остановиться у дверей, а сам пошел ближе к столу и стал так, что должен был попасться на глаза барону, если бы тому вздумалось окинуть залу своим взглядом. Заговорить сам с своим господином он не решался. Смелый, нахальный даже до дерзости, Кристи казался теперь совершенно другим человеком, напоминая сварливого пса-забияку, униженно поджимающего хвост в присутствии сурового хозяина, или при встрече с своим собратом, превосходящим его ростом и силою. Несмотря на новизну своего положения и связанные с тем тяжелые чувства, Гальберт не мог не смотреть с любопытством на молодую женщину, сидевшую у огня. Он замечал с каким тревожным вниманием следила она за отрывистыми фразами Джулиана, взглядывая на него украдко и отворачиваясь тотчас же, лишь только ей казалось, что за ней наблюдают. Между тем барон продолжал шутить с своим пернатым любимцем, то дразня, то удовлетворяя его аппетит тем куском, который то подносил к нему, то снова отдергивал прочь. — Что? Еще хочешь? — Ах ты, дрянной соколишка, тебе все мало. Дай тебе немножко, и ты хочешь захватить все. Да-да, гладь свои перышки, старайся, прихорашивайся. Разве я не понимаю твоих штук? Не знаю я разве, что ты принаряжаешься так не ради своего хозяина, а только чтобы его обойти, жадный ты коршун-шулятник. Ну-ну, бери себе, довольствуйся. Тебе немного и надо, как всему твоему племени. Он перестал смотреть на птицу, заходил снова по залу, потом взял с блюда новый кусочек сырого мяса, нарезанного нарочно для ее корма, и стал снова дразнить ее так, что она рассверепела окончательно, между тем, как он приговаривал. Что? Залишься? Кусаешься? Царапаешь меня? Вот как? Хорохоришься? Хочешь улететь прочь? Нет, шалишь. Ножки-то у тебя спутаны, и не снятся тебе иначе, как по моей доброй воле. Смотри у меня, не забывайся, и то сверну тебе шею, недолго думая. Ну, бери, я ж себе на здоровье. Эй, Джеркин! Один из служителей подошел. Отнеси ты эту дуру-птицу в клетку. Постой. Смотри за тем, чтобы было ей в чем выкупаться. Да понатрави хорошенько. Завтра выйдем с нею в поле. Как, Кристи, ты уже успел воротиться? Благородный господин, отвечал достойный сподвижник барона. Ляйрд, он не назвал имени, но указал выразительно к юго-западу, не может сопутствовать вам в назначенный вами день, потому что лорд-наместник грозится он сделал другой весьма понятный знак, проведя пальцем себе по горлу и потом склонил голову немного на бок. Подлый трусишка, проговорил барон, истинно весь свет исподличился. Порядочному человеку и жить не стоит. Хоть скачи день и ночь не встретишь ни одной шапки с пером, не заслышишь ржание боевого коня. Дух предков наших угас в нас. Самые животные выродились как будто. стада, который нам удается пригнать сюда с опасностью нашей жизни, просто падаль. Наши сокола хватают птицу только за перья. Наши собаки нюх потеряли, только хвостом умеют помахивать. Наши мужчины стали женщинами, а наши женщины... Он взглянул в первый раз на молодую женщину и не договорил, но в этом взгляде брошенном на нее было столько презрения, что в нем можно было прочесть нашей женщины не лучше этой. Но она, как бы желая привлечь на себя более его внимания во что бы то ни стало и заставить его высказаться вполне, встала и подошла к нему, говоря с напускной веселостью, плохо прикрывавшую ее страх. «Женщина, Джулиан, что ты хотел сказать о женщинах?» «Ничего», ответил он, «по крайней мере только то, что все они такие добренькие, как ты, Кэт». Она густо покраснела и вернулась на свое место. «А что это за лица, которых ты привел с собой, Кристи, и которые стоят там, как две каменные статую?» продолжал барон. «Тот, что повыше, ваша милость, Гальберт Глендининг, сын вдовы, что живет в Глендерге», отвечал Кристи. «Зачем он пожаловал?» спросил снова Джулиан. «С поручением от Мэри Авинель?» «Не откажется мне», пояснил Кристи. «Он так себе бродит по окрестности. Он всегда любил похождения. Я знаю его еще с тех пор, как он был не выше моего меча». «На что, Годин?» продолжал спрашивать барон. «Да на все», подвечал Кристи. «Он умеет и подстрелить оленя, выследить дичь, спустить сокола, натаскать собаку, стреляет из лука или из самострела так, что не промахнется на волос. За счет меча или копья почти что мне не уступит. Наездник тоже лихой. Я не знаю, право чего еще требовать нам от товарища молодца». «А тот старикашка, что стоит рядом с ним?» спросил Джулиан. «Из духовных, я полагаю. Он говорит, что у него письма к вам». «Подзови их ко мне», сказал барон и продолжал тотчас же, едва дав путникам подойти, пораженные, по-видимому, стройностью и сильным сложением Гальберта. «Мне говорят, молодой человек, что ты ищешь счастье, бродя по свету. Если хочешь служить Джулиану Авинель, то тебе и незачем идти далее». «Ваша милость», ответил ему Гальберт, «со мной произошло нечто, что заставляет меня покинуть эти места. Я направляюсь в Эдинбург». «Что такое? Подстрелил ты какой-нибудь дичь из королевской охоты? Или пообчистил монастырские луга от скота? Или махнул через границу в хорошую лунную ночь?» «Нет, сэр, мое дело совсем мноя», ответил молодой человек. «Ну, так окошил какого-нибудь приятеля парня из-за девки, я уверен», сказал барон. «Ты на этот счет ходок, это видно». Выражения Джулиана и его тон были противны Гальберту, но он молчал, думая в то же время, что сказал бы этот барон, если бы знал, что та ссора, о которой он говорил так цинично, возникла из-за дочери его же родного брата. «Но», продолжал Джулиан, «каков бы ни был повод к твоему бегству, неужели ты думаешь, что закон или его исполнители могут настигнуть тебя на этом острове или арестовать тебя, когда ты прикроешься знаменем Авенеля? Взгляни на глубину этого озера, на крепость моих стенок, на длину дамбы, взгляни тоже на моих людей, способны ли они не защитить товарища в случае нужды, а я их, господин, выдам ли я своего верного слугу в счастье или в беде? Поверь мне, что стоит тебе только приткнуть мой значок с своей шапки, и между тобой и правосудием, как оно у них называется, будет заключено перемирие навек. Ты можешь ездить под носом умноместника так же спокойно, как перед рыночной торговкой, и никакой пес из его свиты не посмеет залаять на тебя. Я признателен вам за предложение, благороднейший лорд, сказал Гальберт, но я должен прямо отказаться от него. Судьба ведет меня в другие места. Глуп ты, я вижу, проговорил барон, отворачиваясь от него, и шепнул Кристи, подозвав его к себе ближе. В этом юноше много надежного, Кристи, а нам нужны такие молодцы. Те, все которых ты навербовал мне в последнее время, только дряни, больше годятся служить мишенью для лука, чем владеть им. А этот молодой человек сложен, как сам святой Георгий. Постарайся-ка задобрить его вином, угощением, ну и девками, пусть оплетут его своими косами, как паутиной. Ты меня понимаешь? Кристи кивнул утвердительно головой и отошел на почтительное отдаление от своего господина, который обратился к старику, говоря, «Ну, а ты, человек пожилой, тоже бродишь по свету ища своего счастья? По-видимому, не напал еще ты на него?» «Ваша милость», ответил Уарден, «мне следовало бы, может быть, более пожалеть, если бы я нашел то счастье, за которым я гонялся, как и другие, в более молодые годы мои». «Позволь, любезный», перебил его барон, «если ты доволен своей клеенчатой рясой и длинным посохом, то и я не имею ничего против того, чтобы ты оставался нищим, если это так полезно для твоей души и тела. Мне требуется только знать, что привело тебя в мой замок, который не особенно долюбливает такие вороны, как ты. Я угадываю, что ты скитающийся монах из какого-нибудь упраздненного монастыря, и тебе приходится теперь под старость платиться за прежние годы, проведенные в роскоши и праздности. А может быть, ты пили грим с ворхом росказней про святого Иакова Компостельского или про Лорецкую Богоматерь? Или же ты торгуешь разными мощами из Рима и отпускаешь грехи по одному пенсу за дюжину? Можно тоже догадываться, почему ты присоединился к такому удалому парню, как этот. Он помогал тебе тащить твою котомку, и твои старые плечи отдыхали при этом. Но, клянусь, эта штука выйдет плохой для тебя. Даю слово и луне, и солнцу, что не допущу тебя вводить в обман такого порядочного малого, заставляя его бродить с тобою старым пройдохой наподобие Симми с его братом. Убирайся вон! Продолжал он так быстро, что не было возможности прервать его речи с яростью, очевидно рассчитанной на то, чтобы испугать пришельца и обратить его в бегство. — Убирайся со своей рясою, котомкую и раковинную вместо фляжки, или же, клянусь именем Авенали, я спущу собак на тебя. Старик выслушивал все это терпеливо, пока, наконец, барон не умолк, удивленный тем, что поток его брани и угроз не произвел впечатления на пришельца. — Что ж ты, дьявол, тебя возьми, ничего не отвечаешь! — крикнул он бешено. — Я успею ответить, когда вы покончите, сказал старик с тем же спокойствием. — Говори! тебя спрашивают. Только именем сатаны берегись и не выпрашивай ничего. Будь то даже только корка от сыра, крохи после крыс, обгрызок, которого не захотят и собаки, щепоть муки, двадцатая часть крупинки, ничего этого не дам я притворщику в твоем балахоне. — Может быть, вы меньше презирали бы этот балахон, если бы знали, что под ним, — хладнокровно ответил Генри Уарден. — Я не монах и не нищий и был бы очень рад свидетельствовать вместе с вами против этих лживых слуг Божией Церкви, захвативших ее право над стадом Христовым, если бы вы только говорили, одушевляясь милосердием христианским. — Кто же ты, пришедший сюда на границу, если ты не монах, не воин и не бродяга, — спросил барон. — Я смиренный проповедник святой истины, — сказал Уарден. — Из этого письма от высокого лица вы узнаете, что привело меня сюда. Говоря это, он передал барону письмо, на печать которого тот посмотрел с изумлением. Содержание письма удивило его еще более, по-видимому. Он посмотрел пристально на старика и сказал грозно, — Я надеюсь, что ты не осмеливаешься вводить меня в заблуждение как-нибудь. Не предательствуешь? — Не способен я ни на то, ни на другое, — коротко ответил Уарден. Джулиан Авинель подошел к окну и стал читать письмо, пробегая его даже несколько раз, по-видимому, и поглядывая на пришельца, как бы для проверки читаемых строк. — Катерина, — сказал он наконец молодой женщине, — пошевелись-ка и принеси сюда то письмо, которое я велел тебе спрятать в твоей шкатулке, так как у меня нет такого сохранного места. Она встала, радуясь, по-видимому, возможности быть полезной, хотя в чем-нибудь, но ее походка выдала еще яснее то положение, которое требует более длинной юбки, более широкого пояса, а вместе с тем удвоенной заботливости со стороны мужчины. Возвратясь очень скоро, она подала барону какую-то записку, за что услышала холодно, «Спасибо, девка, ты исправный секретарь». Он перечитал и эту бумагу несколько раз, тоже поглядывая по временам на Уардена. Несмотря на то, что такой подозрительный осмотр и самая личность барона не могли не внушать опасений, старик оставался спокойным, встречая орлиный, лучше сказать, ястребиный взгляд Джулиана столь же равнодушно, как если бы видел перед собой глаза простого, миролюбивейшего крестьянина. Наконец барон сложил обе бумаги, сунул их в карман своего плаща, перестал хмуриться и сказал молодой женщине, «Кэт, я обидел этого доброго старика, приняв его за одного из этих римских трутней. Он проповедник, Кэт. Проповедует это новое учение членов независимой церкви». «Учение евангельское», поправил его старик, содержимое в священном писании, но лишь очищенное от людских набавок. «Объясняй, как знаешь», сказал Джулиан, «но я его одобряю, потому что оно рушит все эти глупые выдумки об ангелах, святых и дьяволах и вышибает из седла этих тунеядцев-монахов, которые уселись нам на шею и пришпоривали нас столько времени. Не будут более драть с людей за бедни, за панихиды, разорять своими десятинами, сборами. Покончим со всякими молениями, псалмами, которые трусость лишь навевают, с крестинами, епитимиями и исповедями, венчаниями. «Позволю себе заметить, что мы восстаем лишь против искажения основного учения, а не против него самого», возразил Уарден. «Мы хотим обновить церковь, а не уничтожить ее». «Ну, ты потише», сказал барон. «Мы, миряне, знать не хотим, что у вас за цели, а довольны только тем, что вы опрокидываете то, что мешает нам на пути. Это особенно по душе нам, горным шотландцам. Мы стараемся перевернуть свет вверх дном, и ничто не радует нас так, как что-нибудь в этом роде». Уарден хотел возразить, но барон не дал ему выговорить ни слова, стукнув рукоятью меча апостолу и крикнув «Эй, подлецы, что зеваете? Ужин несите скорее! Не видите разве, что святой отец проголодался до смерти? Видали вы, что ли, монаха или проповедника, который не закусывал бы по пяти раз на день?» Слуги засуетились и принесли несколько дымившихся блюд с громадными кусками вареного и жареного мяса, но без всякого прибавления для разнообразия этой пищи. Не было подано никакой зелени, не видно было даже хлеба, за исключением нескольких ячменных лепешек в корзинке на верхнем конце стола. Джулиан Авенель счел нужным извиниться в этом перед своим гостем. «Сэр проповедник, если такова уж твоя профессия», начал он, «отрекомендован мне лицом, весьма уважаемым мною». «И я уверен», перебил его Орден, «что благородный лорд Тиша», перебил его в свою очередь Джулиан, «к чему называть имена, когда мы оба знаем, о ком идет речь?» «Я хотел только сказать, что это лицо очень просит меня обеспечить тебя от беды и устроить покойно. За обеспеченность ручаются мои стены и вода вокруг них. Что касается доудобств, то, извини уже, своего хлеба у нас нет, а перетаскивать сюда мучные амбары не так легко, как угонять скот, потому что у них своих ног не имеется. Но это не беда еще. Стопу вина ты получишь, и приотличного скажу тебе. Садись же за стол между мною и Кэт. «Ты, Кристи, угощай хорошенько молодчика, да прикажи дворецкому выдать флягу самого лучшего вина». Барон занял свое обычное место за верхним концом стола, Кэт села тоже, вежливо приглашая и гостя занять предложенное место. Но Генри Уарден, несмотря на свой голод и утомление, продолжал стоять. Глава двадцать пятая поздно узнают красотки, что любовь один обман. Барон смотрел с изумлением на гостя. «Будь я проклят!» воскликнул он. «В этих новых законоучителей свои постные дни. Прежние духовные отцы возлагали такие воздержания более намерян». «Мы не признаем постов», сказал Уарден. «Мы полагаем, что вера состоит не в возбранении известной пищи в известные дни. При покаянии нашим мы раздираем сердца наши, а не одежды». «Тем лучше. Тем лучше для вас и тем хуже для портных», ответил Барон. «Но садись же. Или, если тебе нужно выразить перед нами обращик своей профессии, бормочи скорее свое заклинание». «Сэр Барон», сказал старик, «я на чужой стороне, где неизвестна ни моя профессия, ни мое вероучение, причем то и другое, как мне кажется, истолковываются весьма привратно. Долг обязывает меня вести себя так, чтобы в моем лице, как бы я не достоин ни был, уважалось достоинство Господа моего. Я не могу допускать, чтобы грех становился дерзновеннее, благодаря моему отсутствию отправил». «Стой! Будет!» проговорил Барон. «Ты прислан сюда ради убежища, а вовсе не для проповеди мне, не для надзора за мною, я думаю. Что же у тебя на уме, почтенный наставник?» «Помни, однако, что ты говоришь с человеком, который не особенно терпелив и любит короткие тосты и длинную выпивку». «В таком случае», сказал Уарден, «без обиняков, это леди». «Что?» проговорил Барон, поднимаясь с места. «Какое тебе до нее дело?» «Кто она?» «Здешняя хозяйка?» спросил Уарден после минутного молчания, в течение которого он подыскивал, очевидно, самое приличное выражение для своей мысли. «Одним словом, жена эта твоя?» Несчастная молодая женщина закрыла себе лицо руками, но густая краска, покрывшая ее шею и лоб, выдавала, что и щеки ее тоже пылают. Слезы брызнули у нее из глаз, слезы горести и стыда и потекли по ее нежным пальцам. «Клянусь прахом моего отца», воскликнул Барон, выскакивая из-за стола и отбрасывая скамью из-под ног с такой силой, что она ударилась о противоположную стену, но она владел тотчас же собою, проговорив в полголоса. «Стоит ли навлекать в себя неприятности из-за слов какого-то дурака?» И сел снова на свое место, после чего обратился к Уардену и произнес холодно и язвительно. «Нет, сэр пастор или сэр проповедник, Катрин не супруга мне. Перестань хныкать, ты глупая. Она не жена моя, но мы с нею окручены, и это дает ей право считаться честной женщиной». «Окручены?» повторил Уарден. «Тебе неизвестен этот обычай», продолжал Барон тем же насмешливым тоном. «Так я расскажу тебе, в чем он состоит. Мы, пограничники, осторожнее ваших глупцов во внутренних областях, в Файфе или Латиане. Мы не кидаемся, чертя голову, в темноту, и сковываем себе рук, прежде чем не убедимся, приходятся ли наручники по запястью. Мы берем себе жен как лошадей, лишь испытав, каковы они. А крутиться, значит, стать мужем-женой на год с днем. По истечении этого срока каждый волен сделать другой выбор или, если понравились друг другу, то призвать священника и повенчаться уже на всю жизнь. Вот что зовется у нас окручиванием». «Но благородный барон», сказал Уарден, «говорю тебе в истинно братской заботе о твоей душе, это обычай грубый, развратный и опасный, гибельный для того, кто упорствует в нем. Он связывает тебя с слабым существом, пока оно предмет твоих вожделений и освобождает, когда это самое существо наиболее достойное участие. Здесь одно только угождение чувственности. Нет ничего для нежной, благородной перевязанности, верь мне, что тот, кто замышляет о нарушении подобной связи, бросая обманутую женщину и беспомощный отпрыск своего с ней союза, тот хуже всякой хищной птицы, потому что и самец не покидает самки до тех пор, пока детеныши их не выучатся летать. Но прежде всего такое сожитие противно христианскому учению, которое дает жену мужу как подругу в его тяготах, утешительницу в беде, спасительницу в опасности, друга в печали. А не как игрушку на часы досуга или как цветок, который можно бросить, когда он завянет. Но именем всех святых благолепнейшее назидание, проговорил барон, превосходно составлено, произнесено занимательно и перед отлично выбранной паствой. Послушай же и меня, ты, благовестник. Думаешь ты, что перед тобою дурак? Не знаю я, что ли, что ваша секта усилилась при суровом гаре Тюдоре, единственно потому, что вы помогли ему спровадить свою кэт. Почему же я не могу поступить так же по-христиански с моею? Так помолчи же, старик. Садись, благословясь за добрую трапезу и не мешайся не в свое дело. Не простака встретил ты в Джулиане, Авинель. Он сам обманывает и позорит себя, возразил старик. Если он даже решится воздать когда-нибудь запоздалую честь своей жертве, разве он возведет ее на степень чистой и незапятнанной Матроны, может ли он снять с своего ребенка горе быть детищем павшей женщины? Он может дать им звание и положение законной жены и законного сына, но общественное мнение будет клеймить их, и его поздние усилия не смоют этого пятна. Но ты все же должен оказать им эту, хотя позднюю и несовершенную справедливость, барон Авинель. Дозвольте мне соединить вас навеки и ознаменуйте тогда день вашего брака не пиршеством и ликованием, а раскаянием в прошлом грехе и обетом повести честную жизнь. И счастливо будет мое прибытие в этот замок, хотя загнало меня сюда бедствие, и я не знал, куда направляется путь мой, как не знает того лист древесный, носимый бурью. Простые, даже грубые черты горячего проповедника как бы преобразились под влиянием его восторженной речи, и сам барон, несмотря на свою закоснелость, на свое обычное презрение ко всем нравственным и религиозным правилам, почувствовал, может быть, в первый раз в своей жизни невольное подчинение голосу человека, превосходство которого он не мог не признать. Он сидел молча, колеблясь между гневом и стыдом, но невольно покоряясь силе заслуженного укора. Несчастная молодая женщина, ободренная молчанием и видимую нерешительностью своего властелина, забыла свой обычный страх перед ним, устремила на него умаляющий взгляд, придвинулась ближе, дотронулась дрожащей рукой до его плаща и осмелилась прошептать, о, благородный мой Джулиан, послушай этого доброго человека. Она выбрала худую минуту. Ее слова и движение вызвали страшную вспышку гнева у самовластного необузданного Джулиана. Он вскочил с места и бешено крикнул, что еще? Ты, глупая потаскуха, не в стачке ли уже? Ты с этим бродягой, который осмеливается издеваться надо мною в моем собственном доме. Прочь отсюда, знай, что меня не проведет ни мужское, ни женское лукавство. Она отступила на шаг, пораженная этим громовым окриком и диким взглядом барона, помертвела как смерть, хотела выполнить его приказание и повернулась, шатаясь к выходу, но ноги у нее подкосились, и она упала со всего размаха на каменный пол, что в ее положение могло привести к роковой развязке. По лицу ее заструилась кровь. Гальберт не мог вынести такого отвратительного насилия. Он вскочил, произнес глухое ругательство и схватился за свой меч, готовясь броситься с ним на грубого жестокого негодяя. Но Кристи, следившая за его движениями, успела обхватить его обеими руками и удержала от опасного намерения. По счастью, это движение молодого человека прошло незамеченным, потому что сам барон, пораженный последствиями своей выходки, старался поднять и успокоить по-своему обезумевшую от страха Кэт. Полно же, полно глупенькая, говорил он ей, хотя я и не хочу слушать этого бродячего проповедника, но ведь я же не сказал ничего против того, что может случиться, если ты родишь мне хорошего мальчугана. Ну, перестань же, вытри слезы. Позови своих женщин. Эй, где эти дряни? Кристи, Роули, Гитчин, приволоките их сюда, хотя закосы. Полдюжины испуганных служанок было уже в зале. Они вынесли на руках ту, которая могла называться и их госпожой, и подругой. Она казалась почти без памяти и только слабо стонала, держась рукою за бок. Лишь только она исчезла из зала, барон подошел к столу, налил себе большой стакан вина и выпил его. Потом, видимо, стараясь овладеть собою, обратился к Уардену, «Вы позволили себе слишком много, сэр проповедник, но имею в виду рекомендацию, привезенную вами, я согласен признать, что вами руководило лишь доброе намерение. Но мы народ более буйный, нежели жители внутренних областей, фаевцы и лытиани. Примите это к сведению. Не пришпоривайте необъезженного коня. Не запускайте плуга слишком глубоко в новину. Проповедуйте нам духовную надевать на себя духовного ерма. Садитесь поэтому, выпьем здравницу старым хересом и станем говорить о посторонних предметах». «Я хочу избавить вас именно от духовного ерма», сказал Уарден тем же укоризненным голосом. «От ерма более тяжкого, чем какой бы то ни было на земле, ерма дурных страстей ваших». «Садись», крикнул Джулиан с бешенством, «Садись, пока цел. Не то клянусь гербом моего отца и честью моей матери». «Если он теперь не сядет», шепнул Кристи Гальберту, «я не прозакладываю зерна шкаржи за его голову». «Лорд барон», произнес Уарден, «ты доводишь меня до крайности, но если мне приходится выбирать между утайкой у того света, который я призван приносить всем, и потерю света земного, то выбор мой как святой креститель Ироду, незаконно тебе жить с этой женщиной, и говорю так, зная, что слова мои могут навлечь на меня оковы и смерть, но считаю свою жизнь ничтожную в сравнении с делом, возложенным на меня». Эта твердая речь окончательно вывела барона из себя. Он отшвырнул правой рукой чашу с вином, которую хотел выпить за здоровье гостя, а левую тряхнул так, что выпустил из нее сокола, и тот дико заметался по комнате. Первым движением Джулиана было ухватиться за меч, но он тотчас же остановился и только крикнул «В тюрьму дерзкого бродягу! Никто не смей заступаться за него! А ты, Кристи, дурак, поймай сокола! Если упустите его, то я вас всех отправлю за ним! Уводите же этого ханжу! Тащите силы, если он не пойдет!» Оба приказания были немедленно исполнены. Кристи успел поймать птицу, наступив на волочившиеся за ней путы, а двое прислужников вывели Генри Уардена, не выказавшего, впрочем, ни малейшего страха при этом. Барон прохаживался несколько времени по залу в суровом молчании, потом подозвал одного служителя и дал ему какое-то поручение, вероятно, посылая его осведомиться о здоровье несчастной Кэт, после чего произнес громко «Эти пасторы дерзкие суются не в свои дела, клянусь, они наталкивают нас на зло, мы были бы лучше без них». Сочувственный отзыв присутствовавших успокоил его, по-видимому, и он сел за стол, пригласив к тому и всю свою свиту. Все сели молча и принялись за еду. То Кристи тщетно старался угощать Гальберта или хотя вовлечь его в беседу. Молодой человек отгавривался усталостью и не пил ничего, кроме браги, обычно подававшейся тогда за столом. Все вообще сидели хмуро, пока, наконец, барон не ударил кулаком по столу, сердясь на господствовавшее молчание. «Что же это, ребята?» — крикнул он. «Веселые вы, рейтеры, а сидите за трабезой точно монастырское сборище. Пусть кто-нибудь запоет, если никому не хочется говорить. Еда без беседы или музыки тяжела для желудка». «Льюайс», продолжал он, обращаясь к одному очень молодому человеку, «ты всегда рад петь, когда тебя даже не просят». Юноша взглянул сначала на своего господина, потом на сочатый потолок зала, выпил залпом рок с вином или брагую, стоявшей перед ним, и запел грубым, но довольно мелодичным голосом старинную песнь о побеге синих шапок на границу. «Тевиоттль и Этрик, марш-марш вперед, что не ступаете мерно вы в ногу? Тевиоттль и Этрик, наступил ваш черед, границы все синие, забили тревогу. Много знамен развивается, над головами качается, сколько гербов знаменитых по праву. На коней все садитесь, жители гор, и помчитесь спасать королеву и шотландскую славу. Собирайтесь с покрытых стадами холмов, из ущелий, где бродят олени и серны, стекайтесь к скалам на огни маяков, берите копье, щиты и лук верный. Призывные трубы гремят, кони копытом стучат, вперед и вперед, оружие в длань, и английский рот впишет кровью день тот, когда синие шапки перешли через грань. Как не была груба эта песня, но она дышала воинственностью, которая нашла бы себе в другое время отголосок в душе Гальберта. Но в настоящую минуту он не мог поддаться обаянию какой-либо поэзии. Он попросил у Кристи позволения пойти отдохнуть, на что тот почтенный муж согласился наконец, видя, что теперь было не время обращать молодого человека на путь истинный. Но никакой сержант-вербовщик не мог быть бдительнее Кристи в отношении улавливания рекрутов. Он проводил Гальберта в коморку, выходившую на озеро и снабженную выдвижными нарами, но, прежде чем проститься с гостем, осмотрел железные полосы, перекрещивавшиеся перед окном снаружи его стороны, а когда вышел, Тони приминул повернуть два раза ключ в замке. Все это убедило Гальберта в том, что ему нельзя будет выбраться из замка, когда вздумается, но он счел благоразумнее не делать никаких замечаний на этот счет. Оставшись наедине с самим собою, он стал перебирать в своей памяти все события истекшего дня, причем заметил к своему изумлению, что ни его собственная незавидная участь и даже самая смерть Пирси Шафтона не производили на него такого сильного впечатления, как твердое и бесстрашное поведение Генри Уардена. Проведение применяя для своих целей пригоднейшее орудие вызвало на пользу реформации в Шотландии целый сон проповедников, отличавшихся больше энергии, нежели тонкостью ума, людей смелых духом, устойчивых в вере и презиравших все стоявшее у них на пути. Они шли к своей цели и искали преуспеяние своего великого дела самой тяжелой дорогой, лишь бы она была самую краткой. Тихого ветерка достаточно для того, чтобы колыхнуть ветви ивы, но нужна буря для сотрясения могучего дуба. Приемы этих людей были бы непригодны в эту эпоху при более кротких слушателях их слова, но они оказывались вполне успешными в отношении малоразвитой толпы того времени. Именно поэтому Гальберт Глендининг, слушавший так строптивое увещание Уардена, был теперь глубоко поражен его твердостью при споре с бароном. Без всякого сомнения было невежливо, еще более неблагоразумно избирать подобное место и подобную аудиторию для произнесения приговоров над феодалом, который по своему образу жизни и по самому положению своему мог рассчитывать на полную независимость. Но поведение проповедника отличалось мужеством и неуклонностью, которые могли опираться лишь на его глубочайшее убеждение в своей правоте и обязанности выполнять свою миссию, и Гальберт, которому поступки Джулиана внушали отвращение, не мог не восхищаться отвагой старика, решившегося подвергнуть лучше опасности свою жизнь, нежели отказаться от осуждения того, что он считал грехом. Ему казалось, что верхом доблести в служителях религии было то же, что требовалось рыцарством от своих слуг, полное забвение своих эгоистических расчетов и соединение всех сил, доступных в человеческой душе на исполнение принятой на себя однажды обязанности. Гальберт находился в той паре жизни, в которую душа людская открыта для всех благородных ощущений и умеет ценить их в других, и жизнь этого старика, католика или еретика все равно была ему дорога. К этому чувству примешивалось и любопытство. Ему хотелось узнать, в чем состояло учение, возносившее своих сторонников до презрения оков и самой смерти. Он уже слыхал о святых и мучениках, которые жили в старину и претерпевали пытки и казни, отступая от своей веры. Но такое воодушевление давно угасло в сердцах их изнеженных и праздных последователей, и повествования о них, подобно рассказам о похождениях странствующих рыцарей, читались более для забав, нежели для назидания. Нужен был новый толчок для того, чтобы снова возжечь религиозное усердие, и он был подан теперь на пользу более чистого вероучения, с одним из самых рьяных провозвестников, которого случай свел Гальберта Глендининга в этот день. Мысль о том, что он сам состоит пленником сурового барона, не уменьшала участие юношек его товарищу по несчастью, но лишь укрепляла его в намерении подражать твердости Уардена и никак не соглашаться на службу у лица, подобного Джулиану. Мало-помалу Гальберт стал думать и о побеге. Дело представлялось маловероятным, однако Гальберт стал внимательнее оглядывать окно своей каморки. Она находилась в нижнем этаже замка, окно было не так уже высоко, чтобы ловкий смелый человек не мог спуститься из-за него как-нибудь на скалу, а с нее соскользнуть или спрыгнуть в озеро, которое расстилалось перед глазами Гальберта синюю и ясную пеленую, озаренную серебристыми лучами летнего полного месяца. «Если бы мне только выйти на этот обрыв», думал Гальберт, «и тогда поминайте меня Кристи и Джулиан Авеналь». Ширина окна допускала возможность побега, но железные перекладины казались непреодолимым препятствием к нему. В то время как Гальберт рассматривал окно с своей обычной решимостью, все еще не теряя надежды спастись, к нему послышался чей-то голос, и он скоро понял, что старик находится под ним и читает в эту минуту свои молитвы. Он решился окликнуть его после нескольких неудачных попыток обратить на себя его внимание более легкими звуками. Уарден тотчас же отозвался, «Это ты, сын мой?» Голос его звучал теперь явственнее, потому что заключенный подошел к самому отверстию, пропускавшему немного света и воздуха в подземелье. Это отдушина находилась между скалою и стеной громадной толщины прямо под окном Гальберта, что позволило узникам разговаривать в полголоса. Молодой человек сообщил Уардену свое намерение бежать, говоря, что одни только железные перекладины в окне представляют ему препятствия, к несчастью непреодолимое, по-видимому. «Попытайся сломать их во имя Божия, сын мой», сказал Уарден. Гальберт повиновался, более с отчаянием, нежели с надеждою, но к его изумлению, даже некоторому ужасу, железная полоса переломилась у своего нижнего конца, а верхняя часть ее, которую легко было отогнуть снаружи, выпала из своего гнезда, которому не была припаяна, и осталась в руке Гальберта. «Клянусь небом», прошептал он довольно громко, «это железо переломилось». «Благодари небо, а не клянись им, сын мой», ответил ему Арден из своего подземелья. Гальберт вылез без особенного труда через так чудно открывшееся отверстие и с помощью своей кожаной портупеи вместо веревки спустился на выступ скалы возле самого узкая амбразура для стрельбы. С этой целью она и была вероятно устроена и не представляла никакой возможности для выхода. «Нет никакого другого средства помочь вам бежать отсюда, отец мой», спросил Гальберт. «Нет, сын мой», отвечал Уарден, «но если ты хочешь обеспечить мне жизнь, то можешь это сделать». «Я готов на все», сказал молодой человек. «Так я дам тебе письмо, которое напишу тотчас. У меня в Котомке найдется все, что нужно для этого и для того, чтобы огонь засветить. Спеши к Одинбургу. Ты повстречаешь на дороге отряд конников, направляющихся на юг. Отдай это письмо их начальнику и объясни ему, в каком положении ты меня оставил. Может быть, твоя услуга принесет пользу тебе самому». Через минуту в отдушине блеснул свет. Вслед за тем Уарден просунул Гальберту письмо с помощью своего посоха и сказал «Бог да благословит тебя, сын мой, и да завершит он начатое им дело». «Аминь», торжественно произнес Гальберт. С минуты он был в нерешительности. Он думал сначала, что ему нужно будет спуститься к воде по утесу, но его крутизна и ночной мрак делали такой путь слишком опасным, и Гальберт решился поэтому на другое. Сложив руки высоко над головой, он бросился с кручей, стараясь прыгнуть как можно далее, чтобы не удариться о приближные камни. Ему удалось упасть в воду головой вперед в такую глубь, однако, что он вынырнул на поверхность озера лишь через минуту. Но с его силой, здоровой грудью и привычкой к таким упражнениям он поплыл так же легко, как водяная птица, направляясь к северному берегу озера. Выйдя на сушу и оглянувшись в окнах мелькали огни, было слышно, что опускают подъемный мост, и скоро раздался стук конских копыт. Но Гальберт не боялся погони среди темной ночи. Он выжил свою мокрую одежду и пошел через мховые болота по направлению к северу, руководясь полярную звездою. Глава двадцать шестая Что это за путаница? Не напились ли уже все вы из кубка цирцей? Если вы приютили его у себя, он и был бы здесь. Если бы он сошел с ума, то не рассуждал бы так хладнокровно. Комедия ошибки. Оставим на время Гальберта пытать свое счастье и воротимся в Глендерг, в котором произошло тоже много нового. Обед был изготовлен к полудню, причем Эльспет и Тип особенно постарались, пользуясь припасами, доставленными из монастыря. Они перекидывались между делом некоторыми замечаниями, обычными, между госпожой и служанкой, но иногда разговор принимал оттенок беседы двух кумушек одинакового сословия. Приглядывай за рубленным мясом, Тип, говорила Эльспет, и не забывай повертывать вертел в разине сими. Где у тебя голова-то милый. Но только я говорю, не кстати этот царь Пирси у нас, и кто его знает, как долго он у нас засидится? Да, не кстати, что говорить, отвечала верная служанка, эта порода никогда Шотландии добра не приносила. А развелось их немало, и немало тоже вдовь и сирот плачут по милости их проказ на границе. Вот, например, чего не творил Гоцпур, да и другие из этого кровожадного племени. Посидели они на нашей земле со времен Малькольма, как Мартин говорит. Мартину не худо бы подержать на привязи свой язык, перебил Эльспид. Не годится позорить родство кого бы то ни было, гостящего в Глендерге. Ты помни, что наши святые отцы весьма уважают царь и Пирси, если нам будет какой убыток от него или что, они вознаградят нас за то словом и делом. Лорд-Аббат очень рассудительный человек. А все же посылает ему мягкую подушку под сиденье, возразила тип. Между тем я видела, как и исконные бароны сиживали на голой скамейке и не жаловались. Но если вы находите, что все ладно, то им ничего же еще. Ну вот и Мизи, очень кстати. Где же вы пропадали, милая? Без вас у нас тут дело не клеится. Я ходила наверх подложить дров в печь, ответила девушка. Молодая леди не совсем здоровая и лежит я и приглянула за печью. А не поглядывал ли ты лучше, не идут ли наши молодые люди домой, сказала Эльспид. Вот тип, как проводят нас молодежь. На нас взваливают работу, а сами там забавляются. О нет, мистерис, возразила Мизи, засучивая рукава на своих красивых пухлых руках и поглядывая равнодушно кругом, чтобы найти себе работу. Нет, но я думала, что и вам захочется узнать, не идут ли они уже обратно, чтобы не опоздать с обедом. И что же, не видать, спросила Эльспид. Не чуточки, ответил Мизи, а я ходила на пригорок, и чудное белое перо английского кавалера можно было бы увидать над всеми кустами в долине. Белое перо кавалера, повторила мистерис Глендининг, ах ты глупенькая, да голову моего Гальберта можно было увидеть более издали, чем это перо, как бы оно бело ни было. Мизи тесто для сдобных лепешечек, заметив, что они нравились сэру Перси. Он кушал их и похвалил накануне. При этом, ставя сковородку с ними на плиту, она сдвинула немного кастрюли, в которой варилось какое-то изделие тип. Старая служанка проговорила сквозь зубы, и мое варево для моей бедной больной девочки должно уступать место лакомствам, которые готовятся этому южанину. То ли было во времена Уайта Уолла или доброго короля Роберта, когда этих господ угощали в здешних местах, только дубьем до крови обмазывали. Но посмотрим еще, чем все кончится. Эльспид нашла приличнее не замечать этой варкотни, но она западала ей в душу, потому что тип в глазах своей хозяйки была авторитетом по части политики и военного дела. Служа камеристкую в замке Авинель, она могла изучить эти предметы лучше, нежели то было доступно для мирных обитателей Глендерга. Но мистер Сглендининг все же не выказала ничего, кроме своего удивления по поводу слишком долгого отсутствия охотников. А если они не скоро воротятся, заметила тип, тем хуже для них, потому что все перегорит, станет, что твой уголь. И у бедного Симе сил уже не хватает вертел-вертеть. Он сам весь растает, как лед в горячей воде. Отдохни, дитя мое, выбеги на свежий воздух, я поверчу за тебя, пока ты не воротишься. «Слушай, взбеги-ка ты на вышку, малый», сказала Эльспид, «там воздух еще почище, чем внизу, и ты увидишь и скажешь нам, идут ли домой наш Гальберт и тот джентльмен». Мальчик не возвращался так долго, что тип стала злиться от всей души на свое великодушие и свое положение перед пылавшей печью. Наконец Симе явился, но с вестью о том, что не видать никого. Что касается Гальберта, то тут не было ничего удивительного. Он был так закален против всякой усталости и лишений, что возвращался нередко домой только к ужину. Но никто не подозревал, чтобы и сэр Шафтон был способен на такую выносливость, и мысль о том, чтобы какой-нибудь англичанин мог предпочесть охоту обеду, не вязалась вовсе с предвзятой идеей шотландцев о характере их соседей. Обычно обеденное время притекало среди разных догадок и предположений, и обитатели Глендерга закусили наскоро, чем попало, сохраняя изготовленные изысканные блюда на ужин к возвращению молодых людей. Было ясно, что они или зашли слишком далеко, или затеяли что-нибудь такое, что их задержало более, чем они сами могли ожидать. Около четырех часов пополудни вместо них прибыл неожиданный гость суп-приор монастыря Святой Марии. Вчерашняя сцена озабочивала его, а он был из числа людей проницательных и не любящих оставлять неразгаданным что-либо, показавшееся им неясным. Он был искренне привязан ко всей семье в Глендерге, известной ему в течение стольких лет, сверх того, братья Святой Марии должна была желать мира между сэром Пирси и молодым хозяином его убежища, потому что все, что обратило бы общественное внимание на англичанина, не замедлило бы отозваться дурно на обители, над которую и так уже собирались правительственные тучи. Отец Евстахий нашел в соборе всех, за исключением Мэри. Гальберт и сэр Пирси, как ему сказали, должны были вскоре возвратиться с охоты, их еще не было, но молодые люди редко соблюдают часы среди своих удовольствий, и потому отец Евстахий подумал, что все обстоит благополучно. Он заговорил с Эдуардом о его занятиях, но неожиданный резкий крик из комнаты Мэри заставил всех броситься туда. Мэри лежала в обмороке на руках старого Мартина, который горько упрекал себя в том, что убил ее. Действительно, она походила на мертвую, лежа неподвижно, бледная и с закрытыми глазами. Наступила минута общего смятения, но Эдуард, хотя пораженный ужасом, догадался схватить ее и вынести на чистый воздух. Отец Евстахи, обладавший некоторыми сведениями в медицине, как и многие члены его братства, поспешил предписать необходимые средства для приведения в чувство больной, между тем, как испуганные женщины ухаживали за нею на перерыв, более мешая друг другу. «Ей почудилось что-нибудь», говорила мистерс Глентининг. «Это с ней такой припадок, какие бывали у ее покойной матери», уверяла тип. «Не получила ли она турное вести?» заметила Мизи. Так толковали они, употребляя холодную воду, сженые перья и другие подобные средства для приведения Мэри в чувство, но усилия их были безуспешны. Наконец, явился новый помощник, незаметно подошедший к группе. «Что это значит? Моя прелестнейшая сдержанность», сказал он, «что заставило пурпурный поток жизни обратиться вспять в цитадель сердца, обесцветив эти щечки, на которых ему следовало вечно играть. Позвольте мне подойти к ней», произнес он внушительно. «Эта чудная эссенция, влитая прекрасными руками божественной урании, всемогущая для возвращения жизни, даже если бы она была уже унесена на самые рубеж небытия». Говоря это, сэр Пирси опустился на колени и грациозно поднес к ноздрям Мэри серебряный гравированный флакон превосходной работы, включавший в себе губку, пропитанную восхваляемую им эссенцией. Да, благословенный читатель, это был сэр Пирси Шафтон своей собственной особой, очень побледневшей, это правда, и в несколько запятанной кровью одежде, но более ничем не отличавшейся от своего прежнего облика. Мэри Авенель открыла глаза, но лишь только она увидела перед собою услужливого кавалера, как вскрикнула и проговорила «Задержите убийцу!» Все были поражены, и, разумеется, не менее прочих и сам сэр Пирси, услышавший подобное обвинение от той, которой он только что помог, но она продолжала отталкивать его с отвращением и повторяла «Прочь его от меня! Прочь убийцу!» «Клянусь моим рыцарским достоинством! Ваши физические и душевные свойства расстроены и создают вам какие-то странные представления о моя прелестнейшая сдержанность!» произнес сэр Пирси. «Неужели вы не узнаете вашего преданнейшего слугу? Или, если вы признали его личность, но мечта ваша приписывает ему небывалые деяния? Нет, разгневанная сдержанность! Не было совершено сегодня никакого убийства, кроме того, которое совершают в эту минуту ваши грозные взоры над сердцем вашего всепокорнейшего раба!» Речь его была прервана отцом Евстахием, который расспросил в это время Мартина о причинах, вызвавших обморок девушки. «Сэр Кавалер, сказал он довольно сурово, хотя с некоторой нерешительностью, я узнал некоторые весьма странные подробности, которые вынуждают меня попросить вас объяснить мне их, несмотря на все мое нежелание сделать что-либо неприятное гостю нашей обители. Вы отправились сегодня на охоту вместе со старшим сыном хозяйкой этого дома, Гальбертом Глэндининг, а вратились без него. Где и когда расстались вы с ним? Сэр Пирси помолчал немного и потом произнес, «Я удивляюсь тому значительному тону, с которым ваше преподобие предлагает мне такой простой вопрос. Я расстался с поселянином, которого вы называете Гальбертом Глэндининг, через час или два после солнечного восхода». «И где именно, позвольте узнать?» спросил монах. «В глубоком овраге, где бьют ключ из скалы, которая, как титан, дитя земли, воздымает главу». «Прошу вас избавить от дальнейшего описания», перебил его отец Евстахий. «Это место знакомо нам, но никто не видал с тех пор этого юношу. Вы должны сказать, куда он девался». «Дитя мое, дитя мое», воскликнула Эльспет. «Да, святой отец, заставьте его дать отчет». «Клянусь вам, моя почтеннейшая, клянусь хлебом и водой этими источниками жизни», начал сэр Пирси. «Клянусь лучше вином и паштетами, потому что они источник твоей-то жизни, обжор южанин», крикнула мистер Сглэндининг. «Подлый набиватель утробы, ты явился сюда, чтобы объедать нас, да еще посягать на жизнь нашу». «Я говорю тебе, женщина, что пошел только на охоту с твоим сыном», возразил ей сэр Шафтан. «Плохая вышла охота для бедняка», сказала «Это одно зло, начиная с охоты в Чьюви и до сих пор». «Замолчи, глупая», остановил ее суприор, «не оскорбляю английского кавалера, против которого имеются пока лишь одни подозрения». «Нет, нам его крови надо», крикнула мистерис Глэндининг, кидаясь вместе с верную тип на несчастного евфеиста, с такой яростью, что ему пришлось бы худо, если бы его не успели загородить собою монах и мизигапер. Эдуард, вышедший из комнаты при начале спора, воротился теперь с мечом в руке. Мартин и Джаспер следовали за ним. Один из них был вооружен копьем, другой самострелом. «Оберегайте выход», сказал им Эдуард, «и убейте его на месте, если он попытается бежать. Клянусь небом, он поплатится жизнью, если тронется с места». «Эдуард, ты позволяешь себе забываться до такой степени?» проговорил отец Евстахий. «Ты замышляешь насилие против гостя, забывая, что я представитель твоего господина?» Эдуард выступил вперед со своим обнаженным мечом в руке. «Простите меня, почтенный отец», сказал он, «но в этом случае голос природы сильнее и настоятельнее вашего. Я обнажаю меч против этого грядица и требую его крови за кровь моего брата, кровь сына моего отца, кровь наследника нашего имени, если он не даст мне правдивого отчета о нем и ему не избежать моей мести». Несмотря на затруднительность своего положения, сэр Пирси не обнаруживал никакого страха и только ответил, «Убери свой меч, молодой человек. Не буду я, Пирси Шафтан, мериться силами в одно и то же время с двумя простолюдинами». «Слышите, святой отец, он сам сознается в своем деле», — воскликнул Эдуард. «Успокойся, сын мой», сказал суприор, «будь терпеливее. Мы лучше узнаем истину моими средствами, нежели твоими бурными выходками. А вы, женщины, не вмешивайтесь тоже. Тип, уведи свою хозяйку и Мэри Авеналь». Тип с помощью других служанок отвела бедную мать и Мэри в отдельные комнаты. Эдуард быстро занял место у двери, чтобы отрезать царю Пирсе путь отступления и не выпускал своего меча из рук, между тем, как отец Евстахий принялся расспрашивать англичанина, положение которого было весьма незавидно. Гордость мешала ему рассказать о действительном исходе поединка. Относительно дальнейшей судьбы Гальберта он сам ничего не знал. Отец Евстахий поставлял ему на вид, что он весьма повредит самому себе, отказываясь от точного и обстоятельного рассказа о том, что происходило в это утро. Вы не можете отрицать, говорил он, что вы вчера крайне разгневались на этого несчастного юношу и что вы подавили затем ваш гнев так внезапно, что это всех нас изумило. Вечером вы предложили ему пойти на охоту, а сегодня на рассвете еще вышли с ним вдвоем. Расстались вы, по вашим словам, у ключа часа через два после солнечного восхода. Но, как оказывается, теперь у вас было какое-то столкновение перед этой разлукой. «Я излагаю дело не совсем так», возразил сэр Пирси. «Факт тот, что у вас поднят шум по поводу исчезновения одного простолюдина, закрепощенного человека, который, я полагаю, сбежал, если его действительно на лицо нет, с целью присоединиться к какой-нибудь разбойничьей шайке. И вы спрашиваете у меня, кавалера из рода Пирси, отчета о таком ничтожном беглеце? Вот мой ответ. Скажите, во что ценится его голова, и я заплачу эту сумму вашему казначею? «Так ты сознаешься, что убил моего брата?» вскричал Эдуард, вмешиваясь снова в разговор. «Я покажу тебе тотчас, во что оценивают шотландцы жизнь своих близких». «Тише, Эдуард». «Тише, прошу тебя, приказываю тебя», сказал ему суприор, «а вы, сэр Пирси, перемените свое мнение о нас. Не думайте, что вы можете проливать шотландскую кровь и расплачиваться потом за нее, как за вино, пролитое на пьяной пирушке. Этот юноша не был крепостным рабом, но вы знаете, сверх того, что и у тебя на родине не посмели бы зарубить самого ничтожнейшего из английских подданных, не ответив за то перед законами страны. Не думайте же, что у нас не то. Не надейтесь на безнаказанность, ибо вы ошибетесь. «Вы выводите меня из терпения», ответил сэр Пирси. «А даже загнанный вол может взбеситься. Что могу я рассказывать об этом малом, которого я не видал после того, как солнце поднялось немного на горизонте?» «Мы желаем знать, при каких обстоятельствах вы расстались», сказал монах. «Да какие нужны вам обстоятельства, черт возьми», вскричал сэр Пирси. «Говорите толком, потому что хотя я и протестую против недостойного, негостеприимного обращения, которому подвергаюсь, но я готов покончить миролюбиво этот спор, если его только можно кончить словами». «Если нельзя, то можно кончить мечом». «И немедля», проговорил Эдуард. «Замолчи, нетерпеливый юноша», остановил его отец Евстахи. «Но вы, сэр Пирси, должны сказать кровью близ ключа в Коре-Наншиане, где, по вашему собственному признанию, вы расстались с Глендинингом». Решась не признаваться в своем поражении, если дело могло обойтись без этого, сэр Шафтон ответил высокомерно, что ему не казалось странным, если там, где охотники убивают дичь, на земле бывают видны следы крови». «Но убив дичь, вы изрываете ее?» спросил монах. «Мы должны узнать от вас, сэр Пирси, кто лежит в могиле, в этой свежей могиле, которая выкопана близ ключа, берега которого залиты кровью. Вы видите, что не можете запираться, поэтому говорите чистосердечно, какая судьба постигла несчастного юношу, труп которого верно скрыт в этой могиле». «Если он там, то его зарыли живого», ответил сэр Пирси. «Я же могу заверить вас, почтенный отец, что он был вполне здоров, когда мы с ним расстались. Прикажите разрыть могилу, если он там, то поступайте со мной, как хотите». «Я не властен располагать с твоей участью, сэр Кавалер», сказал отец Евстахий. «Это дело лорда Аббата и нашего достопочтенного капитула. Мне надлежит лишь собрать сведения, которые могут влиять на их решение». «Могу я узнать, уважаемый отец, кто возбудил против меня все эти столь несправедливые подозрения?» спросил сэр Пирси. «Это нетрудно сказать», отвечал Суприор. «Я не желаю ничего скрывать от тебя, если оно может послужить тебе в защиту. Эта девушка, Мэри Авинель, боялась, что ты питаешь злой умысел против ее названого брата и только скрываешь его под дружеским видом. Она приказала по этому старому Мартину следить за вами и предупредить беду. Но, как видно, вы смели обмануть всякий надзор, потому что Мартин, придя по вашим следам к ключу, нашел лишь траву, залитую кровью и свежую могилу. Он долго разыскивал вас обоих, наконец воротился и принес печальную весть, той, которая посылала его. «Скажите, прошу вас, не видал ли он там моего калета?» спросил сэр Пирси. «Когда я пришел в себя, то оказался завернутым только в плащ, но без того, что было под ним. Как, ваша милость, можете сами удостовериться в этом». Говоря это, он распахнул свой плащ, забывая своим обычным легкомыслием, что показывает рубашку, пропитанную кровью. «Как?» жестокосердный человек, воскликнул монах при этом явном подтверждении своих подозрений. «Неужели ты и теперь будешь отрицать свое злодейство, нося на себе же самом улики в нем? Будешь ты еще запираться в том, что лишил матерь сына, нашу обитель вассала, королеву шотландскую ее подданного? И чего же ты можешь ожидать теперь от нас? Самым меньшим еще будет то, что мы выдадим тебя англичанам и лишим всякой нашей дальнейшей защиты». «Именем всех святых», воскликнул сар Пирси, припертый к стене. «Если эта кровь свидетельствует против меня, то она предательская, потому что еще сегодня поутру она текла в моих жилах». «Как же это могло быть, сэр Пирси, шафтан, возразил монах, если я не вижу, откуда она вытекла?» «Это самая таинственная штука из всего происшествия», сказал сэр Пирси. «Взгляните сюда». Он расстегнул ворот рубашки, обнажил свою грудь и показал на то место, которое было проткнуто мечом Гальберта. Рана была видна, но она зажила уже и походила на давнишнюю. «Есть пределы моему терпению, сэр Кавалер, сказал отец Евстахий. Вы присоединяйте еще наглость к злодейству. Вы считаете меня за ребенка или за идиота, если хотите уверить меня, что свежая кровь, которую запятна на вашу рубашку, вытекла из раны, зажившей несколько недель или месяцев тому назад. Несчастный шут. Думаешь, ты одурачить нас совершенно? Слишком ясно для всех, что на тебе кровь твоей жертвы, загубленной тобою в отчаянном смертельном бою». Сэр Пирси задумался, потом проговорил. «Я расскажу вам всю истину об этом таинственном деле, отец мой, но велите этим людям отойти так, чтобы не слышать нас. Но прошу вас не изумляться, если вы узнаете при этом такие вещи, которых не сумеете объяснить своим разумом. Для меня по крайней мере они непонятны». Отец Евстахи велел Эдуарду и слугам уйти, уверив молодого человека, что беседа будет непродолжительна и позволив ему сторожить за дверями. Без этого Эдуард не согласился бы выйти. Оставив монаха с англичанином, юноша тот же отправил гонцов к нескольким знакомым семьям из живших на монастырских землях с вестью о том, что Гальберт Глендининг был убит англичанином и с просьбой приехать немедленно в Глендирк. Долг чести считался таким священным в те времена, что Эдуард не мог сомневаться в быстром отзыве на его приглашение о задержании преступника общими силами. Он запер дом изнутри и снаружи, равно как и ворота в ограде, после чего пошел утешить как мог бедных женщин и обещал им не оставить без отмщения смерти брата. Глава двадцать седьмая Клянусь Богоматерью, шериф, мудрено помириться с тем, что я при всех привилегиях моего рождения и баронства арестован теперь из-за случайной смерти какого-то ленника, у которого нет ничего позначительнее медной пряжки на том поясе, за который он затыкает свою скрепку. Из старинной комедии. В то время как Эдуард принимал все эти меры для отмщения смерти брата, сэр Пирси делал свое сообщение монаху, который слушал его очень внимательно, хотя рассказ страдал большой неясностью вследствие нежелания сэра Пирси выказать себя в сколько-нибудь невыгодном свете. «Вам известно, почтенный отец, говорил он, что этот неуч решился нанести мне большое оскорбление в присутствии вашего уважаемого настоятеля и других достойных лиц, не считая девицы Авинель, которую я называю самым честным умилением моею сдержанностью. Оскорбление усугублялось местом и временем, вследствие чего оно превозмогло мою рассудительность, и я сделал этому дерзкому честь вызвать его на поединок, как равное мне лицо. «Но, сэр Кавалер, сказал монах, вы все уклоняетесь от выяснения двух пунктов. Во-первых, почему предмет, показанный Гальбертом вам, мог так оскорбить вас на наших глазах? Во-вторых, каким образом юноша, который встретился с вами в первый раз, мог знать из вашей прошлой жизни что-либо, способное тронуть вас до такой степени?» Сэр Пирси покраснел очень сильно. «Что касается вашего первого вопроса, уважаемый отец, сказал он, то вы позволите оставить его пока в стороне, так как он не относится существенно к делу. Что до второго, то, уверяю вас, я знаю столько же о его средствах добывать сведения, как и вы сами, причем я склонен думать, что тут обходится не без посредства сатаны, о чем стану докладывать вам тотчас же. Слушайте, вчера вечером я постарался скрыть свои намерения под веселым видом, как это принято у нас, дуэлистов, мы никогда не превращаем своей наружности в то кровавое знамя, которое развертываем лишь, берясь уже за меч. Я потешал прекрасную сдержанность романсами и другим вздором, который не мог не пленять ее наивного слуха. Встав утром, я встретил моего противника, который, надо отдать ему справедливость, хотя и совершенно неопытный деревенский житель, вел себя так стойко, как я только мог желать. Перехожу к самому поединку, почти анетец. Я постарался отразить полудюжины правильных ходов беспорядочное нападение этого малого. Понятно, что я мог бы проткнуть его насквозь, если бы только хотел, но я гнушался воспользоваться моим превосходством, примешивал сострадание к своему справедливому негодованию и потому хотел наказать его только какой-нибудь неопасной ураной. Но, сэр, среди такого моего благодушного настроения сам дьявол, я полагаю, подстрекнул его оскорбить меня вторично таким же порядком. Тогда, горя желанием покарать его, я наступил яростно на него, но в ту же минуту поскользнулся и тут. Не по ошибке какой-нибудь моей в правилах фехтования, не по искусству с его стороны, о, нет, но просто потому, что дьявол помогает ему, как я говорю. Да еще трава скользкая. Одним словом, прежде чем я успел встать опять в должную позицию, я встретился с его мечом, который он выставил вперед. И это оружие прошло мне насквозь, как кажется. Мой молодец до того сам перепугался своей неожиданной, никак уже незаслуженной удачи, что бросился прочь, покинув меня на месте. Я же, истощенный потерей крови, впал в глубокий обморок. Когда я очнулся, как бы после глубокого сна, то увидел, что лежу под группой берез, которые растут там, неподалеку. Оказался я завернутым в этот плащ. Я ощупал в себе все члены, боли почти не чувствовал, но только очень ослаб. тронул свою рану, она совсем зажила, затянулась, как видите, сами. Я встал и пришел сюда. Вот вам весь мой рассказ. Я могу ответить на него только одно, сказал монах, а именно то, что вряд ли сам сэр Пирси ожидает, чтобы я ему поверил. Ссора, причины которой вы не объясняете, рана, полученная утром и зажившая к заходу солнца, могила, засыпанная, но в которой никого нет, побежденный, который жив и здоров, и победитель, скрывшийся неизвестно куда. Тут такая нескладица, сэр Кавалер, что верить ей, как Евангелию, мудрено. Уважаемый отец, возродил сэр Пирси, прошу вас заметить, что если я поясняю вам мирно и вежливо то, что я выставил сразу за истину, то я делаю это лишь из почтения к вашему сану и вашей обители. Смею вас уверить, что всякие, кроме духовного лица, дамы или моего государя, удостаиваются от меня только тех разъяснений, на однажды заверенные мною, какие я могу дать ему моей шпагой. Прося вас принять это к сведению, я могу только прибавить, что я оручаюсь своей честью как джентльмен и своей верою как христианин-католик, что бывшее со мной происходило так, как я вам рассказал, а не иначе. «Это веские заверения, сэр-кавалер», сказал суприор, «но рассудите сами, лишь заверения, и их недостаточно для того, чтобы заставить других принять за истину то, что отвергается разумом. Я попрошу вас сказать, была ли та могила, которая находится на месте вашего поединка, уже зарыта, когда он у вас начался? «Уважаемый отец, я не хочу утаивать от вас ничего», отвечал англичанин, «я открою вам всю душу свою, подобно тому, как кристальные струи ручья позволяют видеть малейшие камешки на его песчаном дне». «Ради самого неба говорите проще», перебил его суприор, «все эти витиеватые фразы решительно неуместны в таком серьезном деле». «Могила была открыта, когда ваш поединок начался». «Открыто, я признаю это, как только может признавать тот, который...» начал сэр Пирси. «Прошу вас, сын мой, без всяких этих уподоблений», сказал монах. «Но выслушайте меня. Вчера вечером старый Мартин, против своего обыкновения, забрел туда, отыскивая пропавшую овцу, и не видел никакой могилы. На рассвете, по вашим словам, она была. Произошел тоже возле нее поединок. С него вратился лишь один из противников, залитый кровью, и не раненый, по-видимому». Сэр Пирси сделал нетерпеливое движение при этих словах, но отец Евстахи продолжал. «Нет, сын мой, выслушай меня до конца. Могила теперь зарыта и обложена дерном. Что можем мы предположить, кроме того, что в ней лежит окровавленный труп павшего в поединке? «Но боже мой, это невозможно!» воскликнул сэр Шафтан. «Разве что этот молодец сам себя убил и похоронил, чтобы заставить подозревать в его убийстве меня». «Без сомнения мы обследуем могилу», сказал отец Евстахи. «Это будет сделано в моем присутствии, чтобы я мог убедиться своими глазами». «Но я заранее протестую против ее содержимого», возразил сэр Пирси. «И теперь же настаиваю на этом ради своей защиты. На меня было напущено столько дьявольских наваждений во всей этой истории, то не удивлюсь, если сатана примет на себя облик этого молодого человека ради того, чтобы ввергнуть меня в дальнейшие неприятности. Клянусь вам, святой отец, что тут действительно замешано колдовство, как во все, что со мной случается с тех пор, как я попал сюда на север. Хотя бы это я, которого уважают даже до благоговения при дворе фелицианы, подвергаюсь здесь насмешкам и дерзостям какого-то деревенского олуха. Я, которого Винченцо Савиола называл самым ловким и проворным из своих учеников, здесь, выражаясь кратко, обойден каким-то пастухом, смыслящим в фехтовальном искусстве лишь то, что преподается мне кажется весьма почтенный удар. Я лишаюсь чувств, а когда прихожу в себя, то не вижу на себе ни свежей раны, ни царапины и вся моя одежда на лицо, за исключением моего колета. Он коричневый, выложенный атласом, и я попрошу вас велеть его поискать. Впрочем, весьма может быть, что сатана, перетаскивая меня, обронил его или забросил куда-нибудь в кусты. А прекраснейший был колет, и он надевал его в первый раз на королевин турнир в Саутворке. — Сэр Шафтон, сказал монах, вы снова уклоняетесь в сторону. Я расспрашиваю вас о подробностях, касающихся жизни другого человека, и, может быть, и вашей, а вы толкуете мне к какому-то старому колете. — Старый, воскликнул англичанин, но заклинаю вас всеми святыми и всеми богами, найдите мне, кто был бы при британском дворе более меня капризно разборчив или разборчиво капризен, причудливо изыскан или изысканно причудлив в постоянной смене своих роскошнейших принадлежностей туалета, кто мог бы считаться таким образцом придворного щегольства, найдите, и тогда можете называть меня пошляком и лгуном. Отец Евстахий подумал про себя, что имел полное право сомневаться в правдивости этого щеголя ввиду его странного неправдоподобного рассказа, но он помнил загадочные приключения отца Филиппа и свои собственные и потому не решался прийти к окончательному выводу. Он ограничился поэтому только замечанием о том, что тут было без сомнения много непонятного и попросил сэра Пирси сказать, были ли у него и другие причины подозревать, что он служит предметом каких-то чар и наваждений. Сэр Суприор сказал англичанин. Было со мною нечто, что уже одно, хотя бы я и не подвергался издевательству в споре, не был повежден в бою, ранен и излечен в течение двух-трех часов, уже оно одно, говорю я, могло бы доказать, что я нахожусь под влиянием какого-то злого очарования. Уважаемый отец, не для вашего слуха мужские рассказы о любовных похождениях, да и сэр Пирси Шафтон не таков, чтобы разглашать о своих успехах между придворными красавицами. Я до того скромен в этом отношении, что одна леди, принадлежащая к одному не из меньших созвездий, вращающихся в высших сферах, наминовала меня даже своей молчаливостью. Тем не менее, я должен высказать истину и заявить, что, согласно придворным толкам и лагерным беседам, находившим обратный отголосок в городе и в окрестности, сэр Пирси Шафтон признавался за первого кавалера по чести быстроты подступа, нежной завязки сношений, благодушной шутливости, неутомимой изворотливости в достижении цели, скромности победы и изяществе отступления. И эта слава была так неоспорима, что ни один из самых ближних царедворцев в шелковых штанах, ни один из знаменитейших борцов на турнирах не достигал на целый полет стрелы такого уважения всреди дам, как он, принимавшийся за высший образец светского обхождения всею благороднейшую и избраннейшую молодежью. Между тем, уважаемый отец, встретив в этих диких местах, хотя кое-что заслуживающее по своему рождению и родству название леди и желая не терять практики в любезности, равно как ради того, чтобы показать мою преданность вообще к женскому полу, я выпустил несколько хвалебных стрел по адресу этой Мэри Авен или прозванной мной сдержанностью, не щадя и других знаков внимания к ней, но руководствуясь в этом случае более своей снисходительностью, нежели самыми достоинствами девицы, подобно мальчугану-стрелку, который только ради самого процесса стрельбы стреляет по воронам и кукушкам за неимением лучшей дичи. Мэри Авен или очень благодарна вам, перебил его монах, но к чему все это изложение ваших прошлых и настоящих любезностей, к тому, чтобы доказать, что или я, или это моя сдержанность заколдованы, иначе как же? Вместо того, чтобы встретить мое приветствие с поклоном, выражающим удовольствие, ответить на мои взгляды легкой улыбкой, проводить меня затаенным вздохом, чего, клянусь, я удостаивался от самых великих и гордых красавиц и партнеров в танцах при дворе Фелицианы за свои малые услуги, она обращает на меня не более своего холодного внимания, чем по какому-нибудь простофилю с ваших диких гор. Даже сегодня, когда я опустился перед нею на колени, чтобы оживить ее чудную эссенцию, приготовленную самыми прелестнейшими ручками при дворе Фелицианы, она толкнула меня чуть ли не с отращением, даже, кажется, на год кнула, как бы желая изгнать из своего присутствия. Такие дела, уважаемый отец, странны, неестественны, многозначительны, несвойственны обыкновенному ходу вещей на земле и объясняются лишь колдовством и наваждением. Теперь, представя вашему преподобию это простое, ясное, вполне точное изложение фактов, предоставляю вашей мудрости разрешить то, что разрешимо в этом вопросе. Сам же я намереваюсь не позже, как завтра с рассветом отправиться в Эдинбург. — К сожалению, сэр Кавалер, сказал монах, я должен помешать вашим намерениям. — Как, уважаемый отец, воскликнул сэр Пирси с величайшим изумлением. Если ваше замечание относится к моему отъезду, то, поймите, он не может не состояться, потому что я так решил. — Я должен вам повторить, сэр Кавалер, возразил суприор, что он не может состояться без соизволения лорда Аббата. — Уважаемый сэр, проговорил англичанин, выпрямляясь с достоинством. — Я весьма ценю дружбу и расположение лорда Аббата, но позволю себе заметить, что в этом случае не требуется другого соизволения, кроме моего собственного. — Извините меня, сказал отец Евстахий, именно в этом случае за лордом Аббатом остается право решать. Сэр Пирси вспыхнул. — Могу только удивляться речам вашего преподобия, сказал он. — Неужели из-за воображаемой смерти низкого простолюдина Буяна вы решитесь посягнуть на свободу лица родственного дому Пирси? — Сэр Кавалер, ответил вежливо суприор, — Ваши высокие родственные связи, как и ваш гнев, не могут вас защитить в этом деле. Вы пришли сюда за убежищем не для того, чтобы проливать нашу кровь как простую воду. — Но я заверяю же, что если была пролита кровь, то только моя, — воскликнул сэр Пирси. — Это еще требует подтверждения, возразил монах. Мы, члены обители Святой Марии в Кеннагере, не привыкли довольствоваться волшебными сказками взамен жизни наших вассалов. — А мы, члены дома Пирси, возразил Шафтен, не смотрим ни на угрозы, ни на насилие. Я выеду завтра, что бы там ни случилось. — А я, — произнес суприор не менее решительно, — я воспрепятствую вашему отъезду, что бы ни случилось. — Кто же справится со мной, если я проложу себе путь силою, — спросил англичанин. — Вы поступите разумнее, если не решитесь на это, очертя голову, — сказал отец Евстахи многозначительно. — В монастырских владениях довольны людей для защиты тех прав, которые нарушаются пришельцами. — Мой родственник Нортумберленд сумеет ответить за обиду на носимую лицу, принадлежащему к его роду, — воскликнул сар Пирси. — А лорд Аббад сумеет отстоять свои территориальные права и духовным, и светским мечом, — возразил монах. — Притом, рассудите сами, нам стоит только переслать вас к вашему родственнику в Аснвик или Уаркворд, и он не посмеет не отправить вас скованного к королеве Елизавете. — Поймите, что вы стоите на зыбкой почве, и что вам выгоднее оставаться пленником здесь в ожидании решения лорда Аббата. У нас достаточно людей для того, чтобы не допустить вашего побега. Запаситесь лучше терпением, покоряясь своей участи. Сказав это, он хлопнул в ладоши и кликнул. Эдуард вошел с двумя молодыми людьми, хорошо вооруженными и прибывшими в Глендерг по его призыву. — Эдуард, сказал отец Евстахи, позаботься снабдить сэра Шафтона всем, что нужно для его ужина и ночлега в этой комнате. Обращайся с ним при этом так же радушно, как если бы ничего не случилось, но поставь сторожей для предупреждения его побега. В случае, если он будет стараться пробиться силою, не щади его жизни. Но ни в каком другом случае не дай волосу упасть с его головы. Ответственность в этом возлагается на тебя. — Чтобы не нарушить должного повиновения к вам, уважаемый отец, ответил Эдуард, я лучше избегу всякого взгляда на этого человека, потому что если постыдно мне нарушать спокойствие во владениях обители, то не менее постыдно оставлять без отмщения убийство моего брата. Губы его побледнели во время этой речи, кровь отхлынула с его щек, и он хотел быстро выйти из комнаты, но монах подозвал его снова и произнес с торжественным голосом. — Эдуард, я знаю тебя с самого твоего детства, я старался сделать для тебя все, что было в моих силах, я не говорю уже о том, чем ты обязываешься мне, как представитель твоего духовного владыки, не говорю о твоем вассальном долге лично ко мне, суприору обители, но отец Евстахий просит своего ученика, он надеется, что Эдуард Глендининг не совершит никакого насилия, хотя бы и оправдываемого в его собственных глазах претерпенную обидою, не нарушит уважение к общественному правосудию или к тем, кто имеет особые права на это уважение с его стороны. — Не бойтесь ничего, отец мой, стакрат заслуживший имя это от меня, — ответил Эдуард, — не бойтесь, что я изменю в чем-нибудь тому уважение, которое питаю к почтенной обители, столь издавна покровительствующей нам. Еще менее способен я на что-либо несогласное с моим уважением лично к вам, но кровь моего брата не может выпиять вообще. Вашей милости известен наш исконный обычай. — Мне отмещение и азвоздам, сказано Господом, — возразил монах, — языческие обычаи кровавой мести, господствующие в нашей стране заставляют каждого взыскивать кровь, за кровь убитого родственника или друга, и наши веси обогряются шотландской кровью, проливаемой руками соотечественников, сынов одной родины. Не перечислить всего зла, происходящего отсюда. На восточной окраине гомсы враждуют с Уинтонами и кэгбернами. В средней полосе Скотта и Керри пролили более доблестной кровью в свои ожесточенные междоусобицы, чем ее потребовалось бы для насыщения поля сражения в Англии, и все из-за того, что не могут быть забыты давние ссоры, когда-то разъединившие их дома. На западе Джонстоны, на ножах с Максуэллами, Джердинсы с Беллями. Эти раз приуносят цвет нашего юношества, которое должно было бы служить оплотом нашим против Англии. Частные кровавые расправы поглощают наши силы, подрывают всякое единение в стране. Не допускай же кровавого предрассудка овладеть твоей думы, дорогой сын мой Эдуард. Я не требую, чтобы ты смотрел на предполагаемое убийство, как на нечто постороннее для тебя. О, я знаю, что это невозможно, но я прошу тебя, именно во имя твоей перевязанности к предполагаемому погибшему, потому что мы все еще пока в области предположений, потерпеть и дать подозреваемому виновнику возможность защититься. Я признаюсь, что рассказанное мне им так неправдоподобно, что я готов прямо счесть это сказкой, но со мною самим произошло в этой долине, но об этом в другой раз. Довольно будет теперь, если я скажу вследствие моего личного опыта, что приключения сэра Пирси при всей их невероятности не кажутся мне совершенно невозможными. Отец мой, сказал Эдуард, когда монах замолчал, очевидно, не желая пояснять более, почему он соглашается признавать возможность того, что ему самому казалось неправдоподобным. Вы были мне настоящим отцом во всем. Вы знаете, что я охотнее беру в руки книгу, нежели меч, и что во мне вовсе не было того мужества, которое одушевляло. Голос его пресекся, и он остановился на мгновение, но потом продолжал быстро и решительно. Я хотел сказать, что я не мог сравниваться с Гальбертом в твердости и порыве, но Гальберта уже нет, и я остаюсь представителем его и нашего отца. Я наследую все его права. Глаза его сверкнули при этих словах. Я обязан заявлять и защищать их, как он сам сделал бы это. И я не тот уже, что был прежде. Отвага моя возросла вместе с моими правами и обязанностями, и потому, уважаемый отец, говорю вам с должной почтительностью, но прямо и твердо. Если кровь моего брата была пролита этим человеком, он будет наказан за это. Гальберт не должен лежать покинутым в своей одинокой могиле, как будто с ним вместе замер и дух моего отца. В моих жилах течет та же кровь, и пока пролита не будет отомщена, моя не успокоится. Моя бедность, мое ничтожество не должны идти на пользу знатному убийце. Мое миролюбие и тихие занятия не должны послужить охраной ему. Я вас жду терпеливо суда, лорда Аббата и капитула над убийцей и члена одного из самых старинных вассальных домов. Если они воздадут должной памяти моего брата, хорошо, но знайте это, отец мой. Если они уклонятся от справедливости, я докажу всем, несмотря на мое отвращение к насилиям, что мое сердце и рука способны поправить такую ошибку. Тот, кто принимает наследство от брата, должен и мстить за его погибель. Отец Евстахи убеждался с узумлением, что в душе Эдуарда, несмотря на его недоверие к себе, смирение и покорность, составлявшие его отличительное качество, были живы те же понятия, которым слепо повиновались его предки и все его окружающие. Глаза юноши метали искры, весь стан его содрогался, и жажда мести была так сильна в нем, что придавала его лицу выражение какой-то нетерпеливой радости. «Господь, помоги нам!» произнес отец Евстахи. «Сами мы, слабые и ничтожные существа, не можем одолеть страстей наших». «Эдуард, я беру с тебя слово, что ты не позволишь себе увлечься. Я сдержу себя, обещаю это вам, лучший из отцов, но кровь моего брата, слезы матери и Эмери Авинель не должны проливаться напрасно. Я не хочу обманывать вас, отец. Если этот Пирсиш Афтан убил моего брата, то смерть и ему, хотя бы в его жилах текла кровь всего рода Пирси». Он произнес эти слова с таким глубоким торжественным выражением, что отец Евстахи только тяжело вздохнул и решил за лучшее не настаивать более в эту минуту. Он приказал подать огня и принялся расхаживать по комнате. Тысячи мыслей и даже различных взглядов на вещи осаждали его. Рассказ англичанина о дуэли и о всем последовавшем за нею казался ему очень сомнительным, но случившееся с ним самим и с отцом ризничем в той же долине не позволяло ему отвергать вполне то, что сэр Пирси говорил о своей чудесной ране и ее излечении. Неправдоподобное могло быть невымышленным. Он не знал тоже, как сдерживать Эдуарда, в отношении которого чувствовал себя отчасти в положении сторожа, воспитавшего львенка или тигренка, смирного и послушного в детстве, но ощетинившегося и показавшего клыки и когти, когда его уже возмужалого вздумали раздразнить. Трудно было обуздать ярость, поощряемую обычаем и общим примером в стране. Эта забота мучила отца Евстахия, но ему надо было тоже думать об интересах обители, которая была бы опозорена, оставя без отмщения убийство одного из своих вассалов. В те тяжелые времена достаточно было одного подобного обстоятельства для предлога к возмущению среди колеблющихся уже приверженцев монастырского владычества. С другой стороны, поступив круто с английским подданным, человеком знатным и состоявшим в родстве с домом Нортумберленд и другими высшими фамилиями в северных графствах, обитель могла навлечь на себя большую беду. Все эти семьи располагали большими средствами и потому не задумались бы обрушить свой гнев на монастырь Святой Марии за всякую обиду их родственнику. В этом случае отец Евстахи знал хорошо, что при однажды найденном внешнем поводе к возмущению, набегу или другим врожденным действиям дело не поддастся уже никакому улаживанию, станет непоправимым, и он роптал в душе, видя, что ему приходится выбирать лишь какое-либо меньшее из зол. Он был монах, но не более того человек, и его возмущало убийство молодого Глендининга лицом, несравненно более его искусным в пользовании всякого рода оружием. Глубоко сожалея о юноше, которого знал с самого его детства, отец Евстахи все более проникался убеждением в том, что обитель не могла, не позоря себя, оставить без отмщения эту обиду, которая наносилась ей самой такой смертью ее вассала. Но как должны были взглянуть на дело те лица, в чьих руках была власть при бурном шотландском дворе в это время? Они склонялись в сторону реформации, были связаны общую верою и общими интересами с королевой Елизаветой, и отец Евстахи знал хорошо, что они точат зубы, по выражению церковников того времени, на монастырские доходы. С какой радостью должны были они воспользоваться для захвата владений Святой Марии таким прекрасным предлогом, как безнаказанное убийство природного шотландца англичанином-католиком, мятежным подданным королевы Елизаветы. Но выдать Англии или шотландскому правительству, что было в сущности одно и то же, английского дворянина, связанного с фамилией Пирси, родством и политической интригой, верного слугу католической церкви, прибывшего искать убежище при обители, было, по мнению суприора, делом, недостойным самим по себе, заслуживающим проклятия небесного, но сверх того опасным и по мирскому расчету. Если шотландское правительство было в руках протестантской партии, то сама королева была католичка и нельзя было угадать, при внезапных переворотах, волновавших страну, не окажется ли она снова во главе управления и облеченная силою для охраны своих единоверцев. И если английская королева и ее двор усердно передерживались протестантства, то в северных графствах вражда или приязнь которых были наиболее ощутительны для обители Святой Марии, было еще немало католических домов, главы которых сочли бы своим долгом отплатить за всякое насилие над царем Пирси. Таким образом, суприор, заботясь по своей обязанности прежде всего о безопасности и благосостоянии монастыря, видел с обеих сторон только одну беду – набег, разорение, конфискацию. Ему оставалось выжидать событий, стоять у руля как бдительному лоцману и проводить осторожно свой корабль среди скал и подводных камней, предоставляя все остальное воле неба и покровительнице обители. Когда он собрался выйти из комнаты, сэр Пирси остановил его, прося оказать ему одолжение, а именно прислать к нему его чемоданы ради того, чтобы он мог переодеться на ночь, если уже его принуждали остаться здесь. Просит прислать ему его тряпье, думал монах, поднимаясь по винтовой лестнице, и какие важные поручения возлагались на человека, который тешится, который тешится, как дурачок, пеструю куртку и шапкою с колокольчиками. Но мне надо думать о другом. Выпадает ли мне грустная задача утешать то, что не может утешиться, сердце матери, оплакивающей своего первенца? Стукнув тихонько в дверь, он вошел на женскую половину. Мэри Авинель, совсем больная, была уже в постели, а мистерис Глендининг и тип сидели вдвоем у догоравшего камина, поверяя друг другу свою печаль при свете небольшой железной лампы. Бедная Эльспид, закрыв лицо передником, плакала и причитала, зовя своего красавчика-мальчика, вылитый портрет своего покойного отца Симона Глендининг, опору ее вдовства, надежду старости. Верная тип вторила ей, но выражала свою горесть более порывистой и громко, обещая отплатить сэру Пирси так или иначе. При появлении суприора она затихла. Он сел возле несчастной матери и стал говорить ей все, что внушали ему набожность и рассудок. Она стала слушать с некоторым вниманием его речь о том, что он употребит на аббата, чтобы обеспечить существование семьи, лишившейся старшего, вроде по вине гостя, принятого ею по приказанию самой же обители. К землям, которыми владел Симон Глендининг, будут присоединены новые угодья, и все это с другими новыми привилегиями перейдет к Эдуарду. Но горе матери стихло лишь на короткое время при этих речах. Она зарыдала вновь, упрекнув себе за то, что могла думать о мирских благах, в то время, когда ее бедный Гальберт лежал в земле в своей окровавленной одежде. Отцу Евстахию не удалось утешить ее даже и тем обещанием, что тело юноши будет вынуто из временной могилы и схоронено в священной земле. Отчаяние матери требовало своего естественного исхода, и слова утешителя не могли остановить ее слез. Глава 28 Он на свободе. Я решилась на это. Если закон покарает меня, что же, найдутся девушки добросердечные создания, которые пропоют надо мною похоронную песнь и увековечат память о моей благородной смерти, смерти мученицы. Два благородных родственника. Отец Евстахи, уходя из столовой, в которой был оставлен церр Пирси на ночь, как в помещении наиболее пригодном для арестантской, никак не подозревал, что пленник останется не один. Возле этой комнаты была небольшая коморка, выдававшаяся выступом из стены. Она служила обыкновенно спальней для Мэри Авенель, но при наплыве гостей в Глендерг здесь же помещалась и Мизи. В прежние времена, да и ныне шотландские дома всегда слишком тесны по отношению к широкому гостеприимству хозяев и при наплыве приехавших всем приходится потесниться. Но роковая весть о смерти Гальберта произвела перемены в домашнем распорядке. Мэри, за которую требовался теперь особенный уход, была перенесена наверх, в комнату Гальберта и Эдуарда, которая была свободна, потому что Эдуард хотел сторожить всю ночь, чтобы не допустить сэры Шафтона до побега. Бедная Мизя, которую все забыли среди суматохи, удалилась понятным образом к себе, вовсе не зная, что столовая, в которой был единственный выход из ее коморки, будет занята арестантом. Меры против него были приняты так быстро, что она узнала о них, лишь когда отец Евстахи приказал прочим женщинам уйти из столовой. Пропустив удобную минуту для выхода с ними, она, по застенчивости и по глубокому уважению к монашескому сану, не могла решиться выступить из своего уголка и пройти перед отцом Евстахи в то время, как он был занят своим разговором с англичанином. Она решилась выждать окончание этой беседы и невольно подслушала ее всю, благодаря тонкой и плохо запиравшейся двери. Она видела тоже из своего маленького окна, как прибыло несколько молодых людей из числа приглашенных Эдуардом, и она поняла из этого, что жизни сэра Шафтона угрожает большая опасность. Все женщины жалостливы, и это чувство еще усиливается в них, если предмет сожаления молод и хорош собой. Красивые черты, изысканный наряд и ловкость сэра Пирси, не произведя благоприятного впечатления на Мэри Авиналь при ее серьезном и горделивом характере, совершенно очаровали бедную дочь Мельника, чего не мог не заметить изящный кавалер. Довольный тем, что его совершенства привлекают хотя чье-нибудь внимание, он удостоил Мизи больших любезностей, чем, по его собственному мнению, подобало ему выказывать особи ее положения. Мизи создавала это снисхождение, и оно усиливало ее признательность к англичанину, удостоившему ее своих комплиментов. Все это вместе взятое заставляло ее думать о его спасении. «Нехорошо, разумеется, что он убил Гальберта», рассуждала она, «но он прирожденный джентльмен, рыцарь, такой вежливый, что ссору затеял и без сомнения сам Гальберт, потому что он и брат его оба влюблены в Мариавенель до того, что не смотрит ни на какую другую девушку во всех монастырских владениях, точно сами какого-то другого сословия. Гальберт такой мужиковатый в одежде, а в речах куда как заносчив, этот бедный молодой кавалер, всегда одетый как принц и изгнанный из своей родины, должен был выносить его грубости. Разумеется, он был выведен из терпения дерзостями, и теперь его еще хотят убить за это все эти родственники и друзья Гленденингов. Она даже заплакала при этой мысли. Потом, возмущаясь против насилия над беззащитным пришельцем, который одевался так изящно и умел говорить так мило, она стала раздумывать, нельзя ли его спасти. Как изменились теперь ее мысли. Сначала она думала только о том, как бы ускользнуть самой, незаметно из своего уголка, а теперь ей казалось, что само провидение устроило все с той целью, чтобы дать ей возможность спасти этого несчастного. Мизи была девушка кроткая, добродушная, но смелая, энергичная, одаренная и большей физической силой, и большей отвагой, нежели другие женщины, что не мешало ее чисто женственному характеру увлекаться красивым нарядом и сладкими речами какого-нибудь ловкого джентльмена. Я должна спасти его, думала она, и спасу, и что-то скажет он тогда бедной мельниковой дочери, сделавшей для него то, на что не отважились бы все его лондонские и галерудские красавицы. Благоразумие шепнуло ей, что чем горячее выразится благодарность сэра Пирсе своей благодетельнице, тем она будет, может быть, опаснее для этой последней. Но, увы, бедное благоразумие, ты можешь повторить вслед за моралистом «Учу я вечно, но вечно вообще». И пока ты стараешься остеречь смелую девушку, она смотрится в свое зеркальце при свете маленькой лампочки, а оно отражает ей пару блестящих глазок и такое личико, которое миловидно всегда, а теперь облагорожено выражением свойственным людям, готовым на великое отважное дело. Неужели эти черты, эти глаза, в прибавку громадной услуги, не заставят Пирси Шафтона забыть о расстоянии между ним и дочерью Мельника? Женское тщеславие предлагало такой вопрос фантазии, но, так как даже она не осмеливалась отвечать вполне утвердительно на такой вопрос, то Мизи остановилась на следующем компромиссе. Сперва постараемся освободить этого милого человека, а там будет видно. И, перестав думать о том, что могла касаться ее лично, она занялась только мыслью о средствах к выполнению своего плана. Затруднений предстояло немало. Обычай кровавой мести за убийство родственника настолько укоренился в Шотландии, что Эдуард, несмотря на всю мягкость свою, не замедлил бы воспользоваться правом, освещенным веками при первой попытке сэра Пирси к побегу. Между тем, для того, чтобы очутиться на свободе, пленнику надо было отворить внутреннюю дверь столовой, две двери самой крепостцы и затем выходные ворота. Далее ему нужен был проводник и средство к самому бегству, иначе дальнейшее бегство было немыслимо. Но, если женщина чего захочет, то ей редко не удается найти и возможности исполнить желание. Прошло немного времени после ухода отца Евстахия, когда в голове Мизи созрел уже план, очень смелый, наобещавший успех при ловком его выполнении. Надо было только сидеть смирно у себя до тех пор, пока все в доме улягутся, за исключением лиц стороживших пленника. Мизи употребила это время на наблюдение за тем, кому она так добровольно намеревалась служить. Сэр Пирси расхаживал по комнате, вероятно, размышляя о своем непредвиденном и неприятном положении. Потом, как Мизи заключила, судя по раздавшемуся шороху, он принялся разбирать свои чемоданы, доставленные ему по распоряжению суприора. Это занятие несколько рассеяло его мрачные мысли, по-видимому, потому что он начал декламировать какой-то сонет, потом насвистывать мотивы гильярды и сарабанды. Наконец, Мизи могла догадаться, что он ложится на устроенную ему постель, пробормотав наскоромолитву. Потом все смолкло, и она могла думать, что он заснул. Она перебрала все подробности своего плана, оценила все его опасные стороны и придумала, как лучше обойти их. Любовь и благородное сострадание, каждое в отдельности, подстрекают женское сердце на подвиг. Здесь же они соединились и придавали девушке мужество довести свое дело до конца. Был уже час после полуночи. Все спали, за исключением сторожившего пленника, а если горе отгоняло сон от изголовья Эльспет и ее названной дочери, то они были слишком поглощены своими печальными мыслями, чтобы обращать внимание на какой-нибудь внешний звук. Мизи нашла в своей коморке, чем засветить лампу, и отворила стрипетом дверь в столовую. Сердце у нее страшно билось, и она едва не отступила назад, увидя себя в одной комнате со спавшим молодым человеком. Она не смела почти взглянуть на него. Он спал крепко, завернувшись в свой плащ. Мизи, отвернувшись в сторону, стала дергать его за этот плащ, но тихонько так, чтобы только разбудить. Он не двинулся, пока она не дернула раза два, три покрепче. Тут он открыл глаза и хотел вскрикнуть от узумления, но она приложила палец к губам, давая знак о необходимости молчать, и указала на дверь, чтобы пояснить, что там стража. Сар Пирси пришел совершенно в себя и приподнялся на постели, но продолжал смотреть с удивлением на меловидную девушку, стоявшую перед ним. Ее изящный стан, распустившиеся волосы и все ее черты освещались слабо тусклым светом лампочки, которую она держала в руке, но это не скрадывало их прелести, и романическое воображение дамского угодника уже внушало ему какой-то подходящий для случая комплимент, но Мизи остановила его. «Я пришла спасти вашу жизнь, которой грозит большая опасность», прошептала она. «Если хотите сказать мне что-нибудь, то говорите тише, потому что у дверей ваших стоит вооруженная стража». «Прекраснейшая из всех мельничьих дочерей», ответил ей сэр Пирси, уже сидевший прямо на своей постели. «Не бойтесь за мою жизнь, клянусь вам, что я не проливал той красной слякоти, называемой этими простолединами кровью. Изжил этого неотесанного родственника, поэтому я нисколько не беспокоюсь за исход моего ареста. Он может быть только благоприятен. Тем не менее, я бесконечно признателен тебе за твое участие, о первейшее из мукомольных красавиц». «Нет, сэр, кавалер», проговорила девушка чуть слышно и с дружью в голосе, «я заслужу благодарность вашу лишь, если вы послушаетесь моего совета. Эдуард Глендининг вызвал уже сюда Дана из Гоул-Эдгерста и молодого Ади Айкенша, а с ними прибыло еще трое, и все они с копьями, мечами, с самострелами. И я сама слышала, как они толковали, что отплатят за смерть своего родственника, хотя бы даже этой не нравилось клобукам, а вассалы теперь так своевольничают, что сам аббат боится им перечить из опасения, что они перейдут в ересь или откажутся платить налоги». «Правда, что для них будет тут большое искушение», сказал сэр Пирси. «Весьма может статься, что они, ради того, чтобы избавиться от всякой передряги, просто-напросто передадут меня через границу английским наместникам, сэру Джону Фостер или лорду Гудсону, чтобы остаться таким образом в ладу и с своими вассалами и с Англией. Прелестная мельничиха, я готов послушаться тебя, и если ты выпутаешь меня из этой противной норы, я так воспою твою находчивость и красу, что нимфы самого Рафаэля Урбина покажутся заморашками возле тебя». «Ради Бога, тише», сказал Мизи, «если услышат вас, все пропало. Только по милости самого неба и нашей заступницы не открыли нас еще до сих пор. «Я молчу, как беззвездная ночь», прошептал сэр Пирси, «но одно слово, если твоя затея влечет за собой какую-либо опасность для тебя, прелестная и столь же добрая, сколько очаровательная девица, то был бы недостойный с моей стороны воспользоваться твоей услугой». «Не думайте обо мне», поспешно сказала Мизи, «мне ничего не будет, и я успею позаботиться о себе, когда вы будете в безопасности. Но если вы хотите взять с собой что-нибудь из вашего белья или платья, то не теряйте времени». Но сэр Пирси терял время, коляблясь в выборе того или другого из своего туалета. Все эти вещи были дороги ему, вероятно, по воспоминанию о празднествах и балах, на которых он щеголял в них. Мизи оставила его на несколько минут одного, собирая себе тоже все необходимое в путь. Но когда она снова вошла к сэру Пирси своим маленьким свертком, то застала его все в той же нерешительности и должна была напомнить ему уже построже, что надо было или спешить, или вовсе отказаться от побега. Делать было нечего. Огорченный Франт завязал наскоро несколько вещей в узелок, бросил неутешный взгляд на свои чемоданы и сказал, что он готов следовать за своей избавительницей. Она затушила свою лампу, подошла к выходной двери, приказав сэру Пирси идти за ней по пятам и постучалась. Эдуард спросил, кто стучит и что надо. «Говорите тише», ответила ему Мизи, «не то разбудите англичанина. Это я, Мизи Гаппер. Выпустите меня, я тут заперта и должна была выжидать, пока он уснет». «Вы заперты здесь?» повторил Эдуард с удивлением. «Да», отвечала она, «вы заперли меня. Я была в спальне, Мэри Авенель». «Не можете ли вы подождать до утра, если уже так случилось?» спросил Эдуард. «Что вы?» возразила она обиженным тоном. «Оставаться еще, когда я могу выйти теперь незаметно? Нет, я не останусь ни минуту доли рядом с комнатой мужчины. Хоть давайте мне все монастырьские владения за это. За кого вы меня принимаете? Могу вас уверить, что дочь моего отца воспитана не так, чтобы пренебрегать своим добрым именем». «Ну хорошо», сказал Эдуард. «Идите, не шумя, в свою комнату». Говоря это, он отодвинул засов. На лестнице было совершенно темно, как Мизи знала о том заранее. Выйдя из комнаты, она ухватилась за руку Эдуарда, как бы ради поддержки, но заслонила собою сэра Пирси таким образом. Он скользнул незаметно прочь, ступая осторожно необутыми ногами. Мизи жаловалась между тем Эдуарду на то, что у нее нет огня. «Я не могу достать вам свечи, потому что не смею сойти с места», отвечал он. «Но в подвале огонь не потушен». «Так я посижу лучше там до утра», сказала она, спускаясь с лестницы и прислушиваясь к тому, как Эдуард снова запирал накрепко уже опустившую комнату. Сэр Пирси ожидал девушку внизу лестницы. Она велела ему хранить безусловнейшее молчание, чему он подчинился беспрекословно в первый раз в своей жизни еще, может быть. Осторожно, как бы идя по хрупкому льду, дошли они до небольшого чулана, в котором хранились дрова. Мизи помогла беглецу спрятаться за них, а сама зажгла лампочку, добыв огня из кухонной печи и поставила перед собой прялку с веретеном, чтобы представиться занятое делом на случай, если бы кто-нибудь вздумал зайти в кухню. Но она поглядывала по временам в окно, поджидая первого проблеска рассвета для продолжения своего смелого предприятия. Наконец, к великой радости своей, она заметила, что серые облака на востоке стали светлеть и сложила молитвы на руки, благодаря Богоматерь и прося ее помощь на благополучное окончание дела. Она не успела еще докончить свои молитвы, как чья-то мужская рука тронула ее за плечо и грубый голос произнес над самым ее ухом «Как? Чопорная Мизи Гаппер уже за молитвой! Хвала прекрасным глазкам, открывающимся так рано, но я прошу поцелуя в знак утреннего привета». И любезный кавалер, говорившись с Мизи, оказавшийся данным Гоулэдгирст, присоединил дело к слову, за что, по обычному приему при обмене деревенских любезностей, получил затрещину, которую принял так, как светский кавалер принимает легкий удар веером по пальцам, но которая, отпущенная сильной рукой Мизи, могла бы ошеломить менее здоровенного ухаживателя. «Как?» — сэр Шалопай сказала еще вдобавок ему Мизи. «Вместо того, чтобы сторожить этого англичанина, вы пугаете честной народ глупыми выходками». «Напрасно обвиняете, красавица», ответил Дан. «Я еще только иду сменить Эдуарда. И, право, если бы я не стыдился продержать его еще долее, я провел бы охотно часика два здесь с вами». «Вы найдете всегда довольно времени на ваше любезничение», возразила она. «Но теперь вам следует думать только о горе здешней семьи, дадать отдых Эдуарду, который сторожил целую ночь». «Верно», сказал Дан, «но позвольте еще поцелуй на прощание». Но Мизи была на стороже и оказала такое энергичное сопротивление, что Дан обругался совсем уже неидиллически и побежал наверх, чтобы сменить своего товарища. Она подкралась к двери и услышала, как он сказал что-то Эдуарду, который после того ушел, и прождала еще несколько времени. Потом, когда на дворе стало еще светлее, Адан мог уже поостыть после своего гнева на ее неподатливость, она пошла к нему и попросила его дать ей ключи от первой ограды и от наружных ворот. «Это зачем?» спросил он. «Чтобы подоить коров и выпустить их в поле», сказала она. «Нельзя же оставить бедняжек в хлеву на целое утро, и когда все тут до того расстроены, что никто и не позаботится о скоте, кроме меня и коровницы». «А где эта коровница?» спросил опять Дан. «У меня в кухне. Она пришла посидеть на случай, если что в доме понадобится». «Вот ключи, мизи, оса», сказал Дан. «Благодарю вас, Дан Буян», ответила она, сбегая по лестнице. Через мгновение она была уже в чулане и помогла англичанину надеть на себя юбку и кофту, которые припасла для него заранее. Потом она отворила входную дверь и направилась к хлеву, находившемуся в углу двора. Сэр Пирси восстал против такой проволочки. «Прекраснейшая и великодушнейшая Малинара», сказал он. «Не лучше ли нам не терять времени и улететь, подобно паре морских чаек, которые уносятся в свое убежище среди скал, когда буря становится слишком грозной?» «Надо сперва выгадать коров», отвечала Мизи, «потому что грешно мучить скотину. Надо пожалеть ее, как и бедную вдову, которой эти коровы принадлежат. Сверх того, нужно же добыть вашу лошадь, иначе вам не удастся бежать». Говоря это, она заперла внутреннюю и наружную дверь дома, прошла к хлеву, выпустила скот, дав Сэру Пирси в руки повод его собственного коня, вывела всех за ограду и хотела воротиться только еще за свою собственную лошадью, но Эдуард заслышал шорох на дворе, выглянул из окна и спросил, что там происходит. Миззи ответила тотчас же, что она выпускает коров, для которых это необходимо. «Спасибо тебе, добрая девушка», сказал он, «но кто же это с тобою?» прибавил он после минутного молчания. Миззи хотела ответить, но Сэр Пирси, видимо, не желавший допустить, чтобы великое дело его освобождения свершилось без всякого его вмешательства, воскликнул громогласно, «Я та!» «О букалический юноша, под чью охрану поставлены млечные матери стада!» «А ты дьяволы!» крикнул Эдуард в порыве бешенства и изумления. «Это он!» «Пирси Шафтен!» «Предательство!» «Дан!» «Джаспер!» «Мартин!» «Злодей убежит!» «На коня!» «На коня!» крикнула в свою очередь Миззи, быстро вскакивая за спину сэра Пирси, бывшего уже в седле. Эдуард схватился за лук и стрела просвистела мимо уха Миззи. «При шпорте коня, сэр Кавалер!» «Торопитесь!» воскликнула девушка. «Он не промахнется в другой раз!» «Будь Гальберт на его месте, смек бы уже нам обоим!» Сэр Пирси погнал коня мимо бородившего стада и по спуску с холма, на котором стоял дом. Отстоявшийся скакун несся вихрем, несмотря на свою двойную ношу, и скоро до всадников перестал уже долетать шум, поднятый их бегством в Глендерг. Таким образом, по странной игре судьбы двое людей бежали в разных направлениях, оба терпя обвинения во взаимном убийстве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...